Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 июня 2016 года, четверг По одному из старинных, 40-й день месяца ветров 7500-24 лета, понедельник Те, кто отмечает праздники по одному из таких календарей Поздравляю с началом русалей дней Ну, кто-то уже их отметил и купал уже справил Это как раз мы будем говорить про духовные практики Славянских обрядов, я думаю, непосредственно связанные С тем, что мы уже пережили Кто-то еще будет переживать Кому предстоит это переживать Главный соведущий Сурьяр, здравия тебе Здравия, Алексей, здравия всем Радовичам Кто слушает нас в эфире Итак, духовные практики Славянских обрядов Слово практики, слово обряды Здесь присутствует Давай теперь расшифровывать Слово обряд мы с тобой, наверное, уже в передачах 4 Обсосали со всех сторон И оба рядом по горизонтали И оба рядом по вертикали И туда и сюда Когда все вместе выстраивается Некое такое получается соединение Вот это оно и есть обряд А не когда просто два умных человека Стали в один ряд И честь кому-то отдают Теперь давай разберемся О духовной практике Ну, наверное, слово практика Это практикующий Слово русское надо подобрать, наверное, здесь Есть такое слово Которое, в общем-то Во всех беседах С теми, кто поучается И с Радовичами Мы используем делание слова Слово делание Духовное делание Это значит, что Как бы ты осознаешь Каким делом занимаешься И знаешь, в каком Уряде или порядке оно совершается Это и есть духовное делание Потому что Практика, оно и как бы имеет слово Конечно Право на существование Но Как бы для нас ближе все-таки То слово, которое наше Мы им и будем в данном случае пользоваться И будем разбирать Потому что В предыдущей беседе Мы уже начали Потихоньку это разбирать Но тут вопрос По сути Будем Наверное, сегодня попробуем Более широко Более полно раскрыть То, чего коснулись Мы в прошлый раз О том Какие практики Примерно виды Их есть И Каким образом В повседневной деятельности Или в обрядовой деятельности Мы можем С ними заниматься Как бы соприкасаться С этим деланием Алексей Давай соприкасаться будем Я смотрю Ты понаездился Понасоприкасался Что теперь уже Соприкасаешься В живом эфире С платочком Хорошо Ну, жизнь такая штука Перекупался Небось На купалу Есть Есть такое Ты, в общем-то Видел Как мы там Купались Между обрядами Мы с тобой встретились Там Да И вот Может быть Как раз Как-то будем Сопоставлять То, что происходило Там И то, что Должно быть Как-то Будем касаться Или ты будешь Просто Я думаю Мы Естественно Будем касаться Потому что По большому счету Несмотря на то Что мы давно И плодотворно Общаемся Вот Там В обряде В каком-то делании И Собственно говоря В самых больших Празднествах Какими Являются Там Кубальские дни Мы там Взаимодействовали Впервые Поэтому очень Важно Твое Какое-то Мнение Разумение Что Что привиделось Что там Словно Думаешь Может быть Полностью Соответствует Или что-то Можно как-то Поправить Твоему Видению Это тоже Думаю Будет важно Почему Потому что У каждого Есть Естественно И каждый И имеет право На свой взгляд Но это значит Что Это просто Значит Что мы Все По-своему Разны Но Разность Наша Не так Велика Как нам Кажется Поэтому Мы ищем Все время Возможности Равновесного Взаимодействия Скажем так Да Я думаю Что мы Обменяемся Мнениями И может быть Как-то Придем К какому-то Общему Варианту И самое Главное Что В данном Случае Когда мы Будем Рассматривать Какие-то Нюансы Это не будет Являться Какими-то Похвальбами Или наоборот Каким-то Может быть Уничижением Чего-то Это просто Будет Обращение Внимания Что Вот тут Можно Чуть-чуть Дотянуть Вот это Было Хорошо Вот тут Можно Что-то Подстроить Как бы Так Чтобы У наших Радиослушателей Возникло Полное Представление Ощущения Что Происходит Сейчас Что Часто Делают Какие Может быть Возникают Вопросы Или Может быть Даже Местами Ошибки Для того Чтобы Никого-то Поругать Что Вот Сурьяр Что-то Не Сделали Кто-то Еще Что-то Не Сделал Или Сделал Может быть Не Совсем Так Или Сделал Может быть Как-то И Кажется Не Так А чтобы Мы Поняли Что Есть Варианты Сюда Движения Куда Мы Должны Прийти Потому Что Мы Очень Часто Теорией Занимаемся Как бы Это Было Хорошо А Когда Касается Практики Тем более В таком Большом Количестве Как Было Там Где Мы С тобой Встретились Там Все-таки Больше Тысячи Человек Было В любом Случае И Да Любому Надо Понять Что Когда Мы Собираемся В тесном Семейном Кругу Какое-то Праздинство Устраиваем Это Одно Когда Мы Собираемся Какой-то Мини Общинкой Это Другое Когда Собирается Община Из своих Людей Знакомых Это Третье А Когда Приезжаются На такой Как Получилось Как будто Слет Такой Да Вот Фестиваль Как будто Приехали Люди Из разных Мест Совершенно Из разных Мест С разным Видением В разных Традициях С представлениями О традициях И так далее С разной Подготовкой То тут Конечно Могут быть Нюансы Которые Необходимо Наверное Будет Как-то Поднять Как раз Духовные Практики Славянских Обрядов Или Духовное Делание Славянских Обрядов Вот как раз Тема Как Никогда Наверное К месту Будет Ну давай Не будем Тянуть Давай Может быть Из того Что ты Заготовил Уже Хорошо Ну Как бы Заготовки У нас Всегда Более-менее Есть Неплохие Ну Мы Просто Опираясь На Предыдущую Беседу По большому Счету У нас Беседа Одна Вместе С предыдущей Растянута Скажем Так На На Две Потому Что Тема Большая И Каждый раз Все равно Немножко Не хватает Чтобы Все раскрыть Но Таков И фарма Все-таки Радиоэфира Что И Ограниченность Восприятия Потому Что Есть Только Словно Видео Звуковой Ряд Там Визуальный И Как бы Силовой Там Энергетический Ряд Он Отсутствует И запускается В меньшей степени Значительно Только там По Резонансным Контурам Как-то Меня Пытали Эти Телевизионщики Как Делается Или Не Делается Погода Хорошая Резонансный Контур Да Я присутствовал При этом Это мои знакомые Мы с ними уже Пересекались На каких-то Фестивалях И Вполне Такие Интересующиеся Люди И они Интересовались Многим вопросом В том числе И вот этим Да Я присутствовал Как раз Когда они тебе Брали интервью Главное Что не злобиво И то хорошо И да Это очень важно Ну Значит Перейдем Тогда Я говорю Опираясь Беседу Потому что Мы все-таки Касались В прошлой Беседе Практик Именно Практик Духовные Мы Как бы Разделяли Практики силовые Практики телесные Практики душевные Практики духовные И Это просто Разбирали В плане Вхождения В обряд На каком уровне Находится человек И какая Из Практики У на том или ином Уровне Его развития Его раскрытия Становится ему Доступно Во время обряда Вот этот элемент Насколько я помню Попытались разобрать По мере Своего понимания И поэтому Мы сейчас Опять же Точно так же Пройдем Но Я бы тут Еще в контексте В этом Озаботился Немножко тем Что мы Разберем То К чему мы Не раз Уже обращались Во время наших Бесед Это уровни Тех небес Которые нам Доступны И они точно Так же Располагаются По Схемам По Как бы По Уровням И слоям Нашего Нашей сущности Нашей соби Которая Взрастает Там Достигает Одного Достигает Другого Достигает Третьего И в общем-то Становится Уже Осознающей себя Собью В данном случае Духом То что мы Воспринимем Потому что Каждый из нас Есть дух И соответственно Все что доступно Духу большому В той или иной степени Доступно нам По крайней мере Мы можем Получить об этом Некое знание Прямое И уникальное Первое То что Наиболее Близко Первые небеса Это Мир явный Мир окружающий нас Вторые небеса Это мир Духов Нави Элементалов Природы Которые там Духов лесов Полей Рек Это то же самое В принципе Находятся с нами На одном и том же уровне Просто Так как Восприятие наше Сдвинуто в область Явного мира Мы их Практически не замечаем Но На уровне Взаимодействия с силами Или там Пытаясь так или иначе Взаимодействовать Со своим телом Мы Как бы Отклики Определенные От природы Можем получать И Находить В себе Эту возможность Так вот Значит Первые Практики Практики Телесные Телесные практики В данном случае Которые мы Могли бы Делание Правильно Мы могли бы Рассмотреть Заключаются Скорее всего в том Что Мы Стараемся Установить Лад Между своим Сознанием Между своим Подсознанием И собственно говоря В данном случае С нашим телом Потому что Если мы Не занимаемся Телом Подавляющее Большинство К сожалению У людей Сейчас У них Отдельно Вынесены За скобки Их Ежедневное Сознание Отдельно Где-то Пребывает Подсознание Которое Во многом Рулит Процессом Ну и Тело Там Выживает В этом Постоянной Какофонии Событий Информации И все Прочее Которое Кое-как Перенастраиваться Но именно Опираясь Только не на Осознанное Делание Того или иного Человека А уже На программу Инстинктов Ну и Пытаясь Переварить Те объемы Информационные И поглощаемые Пищи Ну и Соответственно Смотря Там Кто где Живет Потребляя Воду И воздух В том числе Вот И соответственно Как На самом деле И в ведических Индийских Практиках И в славянских Практиках Которые Там Схожи Наверное По юге Там Везде Во многих Из них Есть по крайней мере Та тема Что человек Должен обращать Внимание Концентрировать Свое внимание На своем Теле Вот Для этого По большому счету Можно просто Раз в день Делать Практику Перед сном Практику Глубокого Расслабления Потому что Как мы говорили Уже неоднократно В передачах Которые были Прежде Что Там Куда направлено Наше внимание Там собственно Фиксируется Наша Божественная Энергия Поэтому Уделить Самому себе Не растачать На лево И направо Там Сливая В непонятные Совершенно Сюжеты Свою Высшую Духовную Энергию Пожалуй Стоит И Заключается Она В чем Что буквально Перед сном Вы Вы Занимаетесь Сделаете Небольшую Без Всяких Надрывов Постараясь Освободить Те напряжения Ну просто Кто Занимается Постоянно Ему уже Не представляет Эта труда А если Человек Обычно Все время Погружен В какие-то Свои Заботы И В течение Долгого Времени Не уделял Внимания Ни себе Ни своему Телу У него Достаточно Четко Проявляются Какие-то Болезненные Ощущения Когда он Пытается Делать Хотя бы Небольшую Растяжку Ну условно Задача В том Можно посмотреть Какие-то Элементы Йоги Просто По моему Мнению Йога Дело Хорошее Ну вот Хатха-йога По крайней мере Как психосоматическое Упражнение Для снятия Психосоматических Напряжений Перевожу На русский Как бы Противоречие Души И тела Психосоматика Тело И душа Психея Вот За счет Того Что душа Не находится В ладу В равновесии Она создает Напряжение В теле Соответственно Когда мы Начинаем Заниматься Своим Телом Оно Постепенно Начинает Нам Давать Какой-либо Ответ По сути Буквально Перед сном Если мы Немножко Потянулись Главное Не пытаться Перевести Растяжку В некие Силовые Упражнения Потому что В этом Нет необходимости Будоражить В общем-то Свой организм Перед тем Как наоборот Его надо Успокоить А если мы Немножко Потянемся Вот те Зажимы Те Проблемы Которые у нас Есть Они Всплывают Во время Сна Часть из них Мы уже Даже делая Вот эту Как бы Несложную Растяжку Я не буду Сейчас просто Описывать Упражнения По большому счету В интернете По Растяжке Можно найти Но единственное Что Все-таки Надо стараться Делать это Потихоньку Не пытаясь Перепрыгнуть Каких-то Каких-то Чемпионов Вам будут Ясны Но Для Более Качественного Конечно Взаимодействия Со своим Телом Что На самом Деле Нам Очень Важно Надо В той Или Иной Степени Попытаться Поизучать Анатомию Строительство Суставов Строительство Внутренних Органов Схемы Взаимодействия Друг с Другом Потому Что Как У Нас Целительница Ведуни Вот У Нас 13 Основных Органов И Каждый Из них Запускается В определенном Режиме В определенном Режиме Вырабатывает Свою Химию Организмы Поэтому С каждым Из Органов В Особенности Сердце И Печень Мы Должны Осознанно Работать Поэтому Когда Мы Долго Не Работаем И Психосоматические Напряжения Нарастают Тогда Уже У нас Проявляются Болезни Если Какие-то Достаточно Большие Проблемы По жизни Может Болеть Спина Если Постоянное Непонимание Нет Взаимопонимания С каким-либо Человеком Как правило Для Мужчины Это Жена Или кто-то Из близких Людей Может быть Мать Может быть Еще что-то Может Развиться Аритмия Если Человек Не Принимает Своё Окружение И не Осознает Этого У него Могут Проявиться Болезни В дыхательных Путях Если Человек Не Признает Ту Страну В которой Он живет Не является Ее Не патриотом А является Тем Кто Ее Постоянно В словесных И прочих Выражениях Порицает У него Как правило Может Отказать Ну или Начать Болеть Печень Потому что То что Есть На Тонком Плане Условно Фильтрующая Функция Печени Допустим Или Ритм Тот Который Вырабатывает Сердце Они Точно Так же Есть И В реальном мире Печень Является Основным Фильтрующим Элементом Наших Внутренних Органов А С основным Ритмическим Счетчиком Скажем Так Который Отсчитывает Те Ритмы Которые Происходят Тонком Мире И Одновременно В плотном Вот Соответственно Если мы Вот я говорю Само просто Упражнение Немножко Опишу Еще раз В том Плане Что Да Можно Потянуться Главное Не Впадать В излишний Фанатизм И Заняться Деланием Обращением Своего Внимания На свое Тело Там Где Будет Какие-то Наиболее Болезненные Ощущения Там В общем-то Достаточно Во многих Источниках Изложено Все-таки Какой У вас Из органов Или там Суставов Или там Колени Или позвоночники Или шея Или Голова Болит Как правило Можно постараться Поискать Найти Скажем Так Душевно Духовную Составляющую Той Или иной Негативной Реакции Которая Есть В нашем Теле Ну И Это На самом деле Не так Сложно Если уж На то Бошло Потому что Описания Достаточно Многочисленные В общем-то В целом Они Сходятся И Как бы При проверке Дают Возможность Понять Что Соответствие Тому Что Изложено В этих Системах Есть Большая Доля Правды Которая Позволяет В общем-то Им Пользоваться Для того Чтобы Сохранять Своё здоровье В общем-то Тело В нормальном Состоянии Так вот Вы Потянулись Настроились На сон Легли В кровать Ну и Начинаете Буквально От Пальцев На ногах Потихоньку Фиксируя Внимание На всех частях Своего тела Смотреть За каждым Суставчиком За каждым Пальчиком Постепенно Продвигая Своё внимание На ступни Просто старайтесь Чтобы ваше Внимание Всё-таки Имело Определённый Отзыв Имело Определённая Как бы Соразмерность С тем Что происходит В теле Чтобы вы чувствовали Что ваше Внимание Не Расточается Что вы можете Фиксировать Поэтому я В общем-то Всегда Большинству Из получающихся Говорю Что Очень важно Уметь Концентрировать И фиксировать Своё внимание На объектах Доступного мира Ну явного И навного По большому счёту Потому что Если мы Обращаем Своё внимание К объектам Навного мира Точно так же С ними возникает Определённая Взаимосвязь Ну собственно говоря Как мы говорим В обряде Точно так же Мы можем Видеть Те силы Которые присутствуют В обряде Как некоторым Ясновидцам Это удаётся Можем их чувствовать Вот Но это не значит В том плане Что Они Они есть Безусловно Но вопрос такой Каждый воспринимает Это по-своему Вот О чём я говорю Поэтому Ваше обращение К своему телу Я говорю Начиная от пальцев Продолжая По ступням И постепенно По ногам Поднимаясь До бёдер На бёдрах Как бы Фиксацию Обязательно Надо сделать На Месте Живота В данном случае Что Живот Слово Древнее Оно фиксирует У нас Обозначает То Место В нашем деле Где Собирается Живо Которое Обеспечивает Наше Бытие В подседневном Режиме Бытие Каждого Каждого дня Вот Если мы Туда Обратили Внимание Значит Если у вас Что-то Было Съедено Не то Или ещё Какие-то Моменты Какой-то Страх В течение Дня Появлялся Ещё Что-то Это всё Может Проявиться Просто Как я уже Неоднократно Повторял Любая Практика Имеет Смысл При Как бы Регулярном Исполнении Регулярном Делании Регулярное Делывание Нарабатывает Навык Нарабатывание Навыка Позволяет Открывать Значительно Более Серьёзные Вещи Для восприятия Точно Так же Проработав Если вы Хотя бы Немножко Изучите Анатомический Атлас Так называемый В котором Описано Тело Вы Через Воображение Вам Значительно Легче Будет Взаимодействие Своими Внутренними Органами Ну и Точно Так же Поднимаясь Потихоньку Своим Вниманием По своему Телу Дойдёте До Ярла То есть Место Яри Солнечного Сплетения Повзаимодействуете Почувствуете Силу Своего Сердца Его ток Почувствуете Его ритм Уловите Ну и Точно Так же Потихоньку Поднимаясь По груди Внимание Сконцентрируете На руках На шее И Собственно Говоря Потом Само Сознание Своё Внимание Соединится С Мозгом Космой Как бы Малейшая Фиксация Как раз Уже Человека Выбивает Из осознанного Внимания И он Засыпает Но Опять же Как я говорил Регулярное Делание Оно Позволяет Постепенно Преодолеть Этот Барьер И Выйти На следующий Уровень В нашем Случае Это что Значит Ваше Внимание Будет всегда Взаимосвязано С вашим Телом Тело Наше Помимо Того Что оно Сигнализирует О всех Своих Необходимостях И хотелках В том числе Оно Точно Так же Имеет Очень Важный Аспект Для нас В плане Развития Интуиции Потому Что Как бы Блоков Не блоков А Уровни И сознание Которое Есть У нас В теле Их В общем-то Три И Каждый Из них Требует Нашего Внимания И взращивания Первый Собственно Горя Это Уровень Живота Там Где Находится Наш Животный Ум И Одновременно Энергетическая Составляющая Жива Второе Это Сердце Которое Считывает Тонкие Параметры Из Очень Высоких Сфер Бытия С высоких Небес Можем Так Сказать И Так Называемый Наш Ум Или Мозг В данном Случае Который По сути Большей Степени Является Все-таки Флешкой Накопителем Слово Такое Используем Накопителем И Одновременно Антенной Которая Фиксирует Сигналы Которые Приходят Из тела И Фиксирует Те Сигналы Которые Приходят Из внешнего Мира И По мере Своего Развития И Интерпретируют Для нас Вот Собственно Говоря Это Один Из Один Из Один Из Упражнений Физического Делания Которое Позволяет Наше Сознание Соединить С нашим Телом Через Это Часть Нашей Божественной Силы Которая Нам Доступна Того Света Ра Который Там В Больше Или Меньшей Степени Приходит К любому Человеку Использовать Для Своего Личного Блага Потому Себе Заботиться Надо Точно Так же Как И Заботиться О Общем Потому Что Мы Неоднократно Видели Тех Людей Которые Увлекшись Идеей Некого Может Быть Совершенно Искренне Нравственного Служения Расточали Всю Свою Жизнь На Этой Жили Недолго И В общем То Так Как Тело Их Достаточно Было Быстро Приходило В разрушенное Состояние Они Не Могли Не Совершать Ни Работы Уже Ни В Явном Мире Ни В Мире Духовном И Соответственно Наша Задача Чтобы Было Здоровое Наше Тело И Соответственно Наш Дух Был Сопричастен К Нашему Телу Не Летал И Не Витал Все Время Где-то В дальних Краях Совершенно Забывая О том Что Есть Тело Через Которое Он Взаимодействует С Миром Яви Ну И Как бы В конце Самого Упражнения Когда Уже Вы Прошли Своим Мысленным Взором Все Своё Тело Начиная От пальцев На ногах И заканчивая Пальцами Руки Макушкой Через Которую Вы Можете Попытаться Воспринять Какое-то Высшее Сознание Но Тут Еще Следующий Элемент Само Вхождение В сон Если Вы На Некой Нейтральной Позиции Своего Сознания Входите В сон Может быть Вы Заснете Глубоко И Никакие Сны Там Неприятные Вас Может быть И не Потревожат Но Это Один из Элементов Что Да Может быть Произойдет Так А Произойдет Может быть И по-другому Потому что Достаточно Много раз Сталкиваюсь С людьми Которые Совершенно Не могут Спать Вот Кстати На Последней Купале Которую Проводили Мы Прошлые Выходные Как раз Человек С этим С этим вопросом И обратился Потому что Его Постоянно Мучают Какие-то Сущности Как он сказал Не дают спать Там Толкают Дергают Или еще что-то Вот Потому что У него По Видимо Потому что Полноценное Видение Или там Диагностику Скажем так Я его Не проводил Просто По его просьбе Провели Для него Обряд очищения От Лярфи Как бы От прицепов Ко всем Этим Низким Мирам Надеюсь Что Он В ближайшее Время Выйдет На связь И расскажет Как у него Продолжается Дальше Ну а если Подобных Таких Уже Немножко Запредельных Элементов Вашем Нет То Значит Просто Настраивайтесь На себя На свое Тело Устремляйте Своё внимание К небесным Сферам И этот Хороший Момент Для засыпания Потому что Тогда Ваше сознание Выходит Сразу В более Высокие Уровни Навного Состояния Там И не Темная Навь А Навь Светлая По большому Счету И качество Взаимодействия Во сне И сам Сон В этом Плане Становится Более Качественным И интересным Поэтому Задача Наша По сути Все Этой Практики Всего Этого Делания Чтобы Мы Научились Обращать Внимание На свое Тело И свое Сознание И в данном Случа Подсознание И тело Привели Тогда Достаточно Четательно Слушать Что Говорит Тело У нас Уровень Интуиции Уровень Общего Здоровья И Собственно Говоря Собрав Себя Воедино Обретя Большую Цельность Целокупность Мы Значит Сможем Двигаться Более Качественно По Жизни Развиваясь Алексей Да Согласен С тобой Согласен С тобой Что Вот Часто Когда Общаешься С людьми И встречаешь Какие-то Проблемы У людей То Можно поступить Как поступают Некоторые Просто проводят Очистительные Обряды Но это Похоже Часто Бывает На то Что Выловили Рыбку И дали Рыбку Скушать Кто-то Рассказывает Как правильно Ловить То есть Не подцеплять Лярвы Более правильно Общаться С этим миром А кто-то Рассказывает И следующий Уровень И так далее Ну Для каждого Уровня развития Наверное Человека Подходит Свой Уровень Подачи Информации Кому-то Достаточно Может быть Рыбки На первом Этапе Дать Попробовать Другому Удочку Научить Делать И так далее Вот Но Еще одна Есть проблема Такая Что когда Практики Такие проводят Очищают То потом Люди Привыкшие Социуми Жить Как они Жили Не получив Объяснений Как правильно Жить Они В общем-то Часто Как Хрюшки Которых Почистили Помыли Находят Очередную Ближайшую Лужу Туда Плюхаются И В общем-то Что их Чистили Что не Чистили Проблемы Не уменьшаются Потом говорят Ну вот Вы делали Да Помогло На ближайшие Два-три Дня А вот Теперь У меня Проблемы Еще Хуже Наступили Что ты Скажешь Не бросался Б ты По лужам Не лазил Б ты По лужам Все Было С тобой Хорошо Ну да Как-то Вот так А вообще Что касаемо Практик всех То надо Понимать Что Любая Практика Любая Практика Это всего лишь Навсего Инструмент Вашей жизни И Чем Больше Вы Инструментов Своей жизни Набираете Но не просто Как коллекционер Который Набирает инструменты И потом Не хвалится А как мастер Который умеет Эти инструменты Применять Тем Проще Мы в этой жизни Быть Но помимо Следующий этап Помимо того Что у вас есть Инструментарий И вы умеете Этим инструментариям Пользоваться Есть еще один Уровень повыше Это когда Вы знаете Что при помощи Этих инструментов Делать То есть Вы становитесь Уже Архитектором Инженером Тот Который делает Чертеж Понимает Что за Предмет У вас должен Выйти из-под Этого инструмента При помощи Вашего Мастерского умения А еще выше Уровень Это тот Который Знает Для чего Эти предметы Вообще Он делает В жизни То есть Понимаете Насколько Это вот Уровень Выше Нежели Чем Просто Кому-то Научить Вращать Какие-то Энергии Защищаться От лярв Сражаться С кем-то Правильно Расслабляться И так далее То есть Мастерство Оно в каждом Из уровней Должно Расти Расти На благо Чего Вот тут Вопрос Для чего Мы это все Делаем И Наверное Чем выше Уровень Сознания И понимания Тем ответ Более будет Правильный И Как всегда Достаточно Простой Ну это так Мое дополнение От себя Ну я тоже Немножко Еще дополню Ну естественно К любому Человеку Который Обращается С теми Или иными Проблемами Сложностями В своей жизни Естественно Мы говорим Что Ты правильно Говоришь Что Скушать рыбку Это вот Только на сегодняшний день А задача Как раз Научиться Находить Эту рыбку И в общем-то Ловить самому Имеется ввиду Что не попадать В зависимость От тех или иных Установок Разрушителей И не бывать В тех местах А если бывать То находить Способы защиты Где На вас Может быть Совершено Скажем так Нападение Из Мира Невидимого Мира Наунного Не имеющего Скажем Себе Позитивной Основы Потому что Мир Наунный Он Многослой И собственно Говоря Большая часть Яви Как раз Помещается Внутри Мира Наунного Поэтому Задача Как бы Для каждого Из нас Это естественно Изучать Постоянно Изучать Потому что Никто не скажет Что постиг Во всей полноте Наше Вередическое Миропонимание И Вот эту цельность Миропонимания В себе Проявлять Потому что Если у вас Есть Миропонимание Которое Построено Не только На голове Но и Имеет Некое Погружение Вашу Сущность Тогда Сущность Точно так же Не мечется Душа ваша Не мечется Она В общем-то Каждое Своё дело Совершает Вполне Себе Осознанно И попадает В правильное Движение В соответствии С физическим Миропониманием Хорошо Давай я сделаю так Предлагаю тебе Такое Предложение Такое Высказываю Когда тебе Нужна будет Музыкальная пауза Ты просто Об этом скажешь И я поставлю Музыкальную паузу Я Вот я И говорю Я и говорю Понятно Ну что ж Раз у нас Музыкальная пауза Давайте Наверное Тогда и Послушаем Хорошую музыку А поскольку У нас идут Купальские дни Кто-то Уже говорил По одной традиции Уже встретил Купалу Отметил Кто-то Сейчас готовится К этому делу Так что у нас Эти недели Купальские Пускай будут Называться И будут Проходить Под этим Вот нашим Таким Очень полезным Очень правильным Направлением Как Дни Бога Купалы Итак Слушаем Отдыхаем Наслаждаемся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Прозвучала Композиция Юрия Ефимова Купальница Поскольку У нас Купальские Дни Недели Идут Так что Напомню Что по одному Из современных Календарей 30 июня 2016 года Четверг А по одному Из старинных 40-й день Месяца Ветров 7154 Лета Понедельник Кто празднует Русалия Тех поздравляю С русалиями Тоже отпраздновал Тех тоже поздравляю С тем уже отпраздновали Мы говорим Про духовную практику Славянских обрядов Или про духовное Делание Славянских обрядов Глава ведущий Сурьяр Ну что ж Продолжаем Беседовать Что еще Мы в сегодняшней передаче Затронем Какие темы Ну Так как Мы изначально Озвучили Что Условно Четыре Вида Про практикование Или Про Делание В принципе Нам доступно Мы Сейчас Коснемся В малой мере Наверное Практики Силы Так называемых Или Делание По привлечению Силы То чем К сожалению Многие Начинающие В кавычках Маги Или затерики Часто Прибегают Потому что Как сказать Начитавшись Много Много Разных Всяких Книг По магии По Вражбе Колдовству И все Прочее Люди Начинают Думать Что Это Дело Простое Доступное И Обладание Силой Как им Кажется Ведет Их В райские Кущи Скажем так Сразу же За счет Того Что у них Появляется Возможность Воздействовать На события Воздействовать На людей И все Прочее Потому что Ко мне Неоднократно Обращались Люди Которые Как раз Находясь В поисках Вот этой Силы Через которую Как они Думали Будет Доступна Возможность Влияния На людей На события Причем Влияние Как правило Корыстного Потому что Они хотели Получить Что-то себе Поэтому Само По себе Разговор С ними Всегда Заканчивая Я В данном Случа Ничем Помочь Не могу Потому что У вас Задача Стоит Другая Но Смысл Примерно В том Что Так как Как мы Говорили Неоднократно Что Сила Во множестве Проявлений Именно во множестве Проявлений Это не одна Сила А множество Сил Которые В постоянном Времени Присутствуют Вокруг нас И присутствуют В том мире Котором Каждый Из нас Пребывает Поэтому Попытка Обращения К тем Или иным Силам При Возможности Там Как часто Делается Пытается Узнать Какое-то Имя И на Уровне Каких-то Ритуалов Темного Толка Как правило Там И С Кравыми Так Называем Жертвоприношениями Которые Используют Для этого Каких-то Животных А бывает Что-нибудь Еще Это все Всегда ведет Достаточно Большим Осложнением Почему Потому что Темная Навь Отличается От Всех Прочих Навь Только По сути Одним Основным То что Ей Всегда Нужна Жива Ра Та Которая Есть У Любого Человека В большей Или Меньшей Степени И Для того Чтобы Получить Вот эту Живого Ра Свет Вышний Который Оживляет Все пространство Созидает Нас И в общем-то Направляет Нас По стезе Жизни Я не говорю Пока по стезе Прави А по стезе Жизни Это становится Нам Доступно Вот Просто По Своей Практике Как-то Раз Общался С Человеком Вроде Проявил Достаточно Много Позитивных Качеств И прочее В одной Из общин Проявился Показалось С которыми Я взаимодействую Ну Прошел Именно Речения А так Как у него И по Материнской И по Отцовской Линии Были Знахари Там С элементами Ведического Знания Ну Вот Славянского Скажем Деревянского Такого Неплохого Нехорошего Но Дар В роду Был С двух Галины Соответственно У него Он от двух родов Наследовал Этот дар И был Достаточно Силен И Ну Как Силен Достаточно Уверен Себе И Какие-то Элементы Силы Начинали Через него Проявляться Ну Вот Потом Как-то Мы с ним Достаточно Долго Не общались И Кое-то Время Его Не было Видно И потом Как-то Раз он Позвонил Говорит Вы Когда Там Будете В наших Краях Когда Будет Обряд Я хотел Попасть Переехать Я Ну Сказал Примерно То Время Когда Кажется В тех Краях Чтобы Он Мог Точно Так же Со всеми Родовичами Прийти На Обряд И Как Казать Отдав Своё Получив Своё же Как В большинстве Обрядов Наших Происходит Что Мы Отдавая Своё Добро Получаем Благо Небес Что Соответственно По качеству Значительно Превышает Всё то Что Наверное Мы Могли Бы Дать Никто Не Говорит Что Это Неравновесная Отдача Просто Таким Образом Мы Осуществляем Взаимодействие Небес И Земли И Осуществляем Возможность Для того Чтобы Свет Небес Свет Горний Был Нами Принят И Через Нас В этом Мире Проявлялся В виде Красоты В виде Нашей силы В виде Нашего Доброго Взаимодействия Друг с другом Вот Ну И Соответственно Когда Я приехал И Собрались Родовичный Обряд Чтобы Совместно Вести И Приехал Там Со своей Женой Вот Я как-то Сначала Не обратил Внимания На Какую-то Трансформацию В нем Произошедшую Не 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 Почувствовал А потом Увидел Что У него И взгляд Изменился У него Вот Даже Артикуляция Рук Движение Рук Изменилась Жена Точно так же Если она Раньше Смотрела В глаза То Тут я увидел Что она Глаза у нее Постоянно бегают И она Ну Даже Как бы Цвет лица У нее Стал темнее Вот то Что показалось Мне Скажу Показалось Потому что Я на тот момент Еще думал Что это Мое Как бы там Ну Непредвзятое Ну Как Ну Или Может она Где-то Загорела Или что-то еще Хотя Время была Ранняя весна И собственно Горящее солнце Такового Где загорать Не было Вот Ну И Прошло Какое-то Ну вот Прошло И он стал Мне рассказывать Я Говорит Пока Там не было Пошел Вот В такие Ритуалы И Африканский Какой-то И индонезийский Как он сказал Я не буду Просто Сейчас заострять Чтобы не Скажем Не было Особо Желаний У людей Искать Описание Подобных Ритуалов Вот И Как я скажу Я в общем-то Почувствовал Что Присутствует Какая-то Очень Серьезная Недоброжелательная Сила Ну То Что Могли бы Назвать Демонического Толка Те Те силы Которые Уже Могут Давать Какие-то Уровни С одной стороны Знаний Скажем так По Схемам Взаимодействия Управления Людьми И Те силы Которые Уже Заставляют Людей Собирать Достаточно Большое Количество Людей И темных Ритуалов Для того Чтобы Опять же Собрать Вот эту Живу Уже Большем Количестве Ну Как и Предыдущих Беседах И собственно Гляне Важно Какая Конфессия Там Официальная Неофициальная Потому что Всегда Зависит От Того Человека Скажем так Который Все-таки В основе Ритуала Стоит С одной Стороны А с другой Стороны От того Места Где Это Само Действие Проводится И соответственно Получается Иногда Так Что Люди Попадают В то место Которое Не ожидали Это совершенно Не привязано Это может быть В любой Официальной Конфессии В любой Эзотерической Группе Что Появляется Некая Условно Говоря Жаба Которая Которая Начинает Поедать Живу Тех Людей Которые В этом Месте Собираются И пытаются Заниматься Так называемыми Духовными Практиками Потому что Как правило Когда спросишь Что такое Духовные Практики К сожалению Мало кто Может ответить И не понимать Ну вот И смысл Такой Что Как Я просто Видел Что он все время Еще пытается Меня коснуться Я говорю Не-не-не Ты меня не трогай Просто Как-то на уровне На уровне Внутреннего Ощущения Я почувствовал Что прикосновение К нему Оно ничего Хорошего Не принесет Ну и как-то Так пока Готовились К обряду Пока Все это Само Происходило Ну и Вошел он На капище И Стали Делать Зачин Ну обращаясь К предкам Для того Чтобы они Почтили Нас своим присутствием И Я увидел Разрыв Собственно говоря В том ключе Что Откликнулись Только Предки Скажем Высокого уровня И то Они не стали Приближаться А Остались В отдалении А все Как бы Те Малые Или Не очень Малые силы Природные Или прочие Они просто Не проявились Вот Для меня Это было С одной стороны Удивительно Потом я Проанализировал Ну и Постарался Посмотреть Как Примерно Может выглядеть Это существо Которое Как казалось Он Так Он уже Сделал Несколько Потом Выяснилось Кровавых Обрядов Кровавых Жертвоприношений Ну там Как им кажется Ничего Там Курицу Кролика Ну главное Чтобы была Живая кровь И соответственно Сам по себе Обряд Просто Перестал Быть Потому что Единое событие Не установилось Ну обряд Соответственно Прекратили Я ему сказал Уже тогда Открытием текстом Я говорю Ты Больше с нами Ни на один обряд Никогда Не попадешь И в общем-то Больше мы Тебя Не увидим В нашем кругу Ну и собственно Говоря Так Так и вышло С той поры Мы его больше Не видали Ну и тут Я как бы Свою некую Оплошность Наверное признаю Что надо было С одной стороны Внимательнее На него смотреть А с другой стороны Значительно раньше Его из обрядового Кола Сдвинуть Убрать Это вот то Что касается Поисков силы Потому что Сила Есть всегда И сила опять же Есть и В миру Темной Нави И Сила есть И в божественных Мирах И сила Светлая Нави Поэтому Туда куда вы Обращаетесь И для чего Вы обращаетесь Вы Как правило Можете получить Отклик При условии Если вы Усердно Туда обращаетесь Но вопрос Как-то один из людей Сказал Чем отличается Белая магия От черной По большому счету Действия по ходу По внешнему виду Могут казаться Одни и те же Но Важен Посыл Если ты Обращаешься Ну У нас нет Необходимости Обращаться К безликим силам Которые Потому что Безликие Они для нас Потому что Мы не знаем И Как бы Безусловного Условно Внешнего вида Не знаем Их Сути С которой Они существуют Во всем мире Ну и поэтому Обращение к ним Оно Чревато Потому что Уровень нашего видения Как бы мы себя Не раздували Как бы мы себя Не чувствовали Он все-таки Достаточно ограничен И это надо признать И только долгие-долгие годы Делания Духовного И душевного Позволяют Какие-то вещи Прояснить для себя Обрыв связи Вот И соответственно Вот это Делание Обращение к силам Оно Подразумевает Если мы некую Безликую силу Призываем То как правило Сила Это может откликнуться Но Та оплата Которую придется Заплатить Она как правило Оказывается Тяжелая А чаще всего Непомерная Почему Потому что Задача Вот этой силы Это конечно Собрать живу Для себя Собрать свет Для себя И тем Продолжить Своё существование Люди В данном случае Являются только лишь Как Расходным материалом И тот Кто является Проводником Этой силы Он собственно говоря Все качества Её В себя Принимает И через какое-то Время Становится Точно Таким же Демоническим Существом Который Озабочен Только собой Поэтому Когда вы видите Непомерную Гордыню Непомерное Тщеславие Злобу Плохо Прикрываемую В том Или ином Так называемом Духовном В кавычках Лидере Очень внимательно Смотреть Чтобы не Попасть В нечто Подобное И Наша задача Любого из нас Почему мы говорим Что мы не призываем Безликие силы Мы В наших обрядах Всегда обращаемся В первую очередь К нашим предкам Безусловно Которые Нас знают И ведают Те которые Едины с нами По крови Которые были Прежде нас В Яве Собирали Оставили нам Своё добро И точно так же Обращаемся К прародителям Наших прародителей К родным Светлым богами Вот эта Неразрывная Связь Обережного Круга Она как раз Дает нам Ту силу Которую мы знаем И ту силу Которая созидает Наши роды И ведет их По По пути Созидания И продолжения Пути наших родов Вечности Поэтому наша задача Она в общем-то Заключается в том Чтобы Не Искать Корысти В обладании Силы Как правило Чем собственно Григорий Белый От черной магии Как я начал говорить Отличается Что Белое Условно Не магия Взаимодействие С силой Для общего Блага Как минимум Для блага Своей семьи А когда Человек Начинает Искать силу Для своей Корысти Или для получения Каких-то Корыстных Выгод Других Людей В ущерб Остальным Людям Это уже Магия Со знаком Тьма Пекельная И соответственно Ведет она К деградации Сущности Этого человека И опускает Его По всемирю В более Низкое Состояние И по смерти По смене Мерности Бытия Он как раз Оказывается В тех мирах Где приходится Достаточно долго Пытаться Осознать Своё А в какие-то Моменты В общем-то Собь такая Может быть Просто стёрта И от неё Не останется Ничего Вот Поэтому Практики силы Доступные нам С одной стороны Силы Неограниченные Как я уже Неоднократно Говорил во время Наших бесед Что по большому счёту Нет больше той силы Чем кола Искренних родовичей Стоящих вокруг Родового огня И обращающихся К родным богам Вот это та сила Которую мы собираем И та сила Которая Впитывает себя И соединяет В своём кругу В своём кола Именно божественное состояние Божественное сознание И соответственно Если мы Не рвёмся Как правило Каким-то Сиюминутным Результатом К чему стремятся Люди Исповедующие Корысть И Как бы Старающиеся Часть живы У других людей Отнять Именно для достижения Каких-то Своих целей Мы Обращаясь К светлым Я говорю Вот эту силу Вот этот свет Мы в себе Созидаем Поэтому разница По сути Между путями То о чём мы Постоянно говорим И в чём заключается Наше безусловное Вероведание То что Обращаясь Богом Мы получаем Свет Этот свет Нас пропитывает И направляет Нас на стезе праве А двигаясь По стезе праве Мы Исполняем Одну из важнейших Заповедей Храним свой род То бишь Продолжаем свой род Чтобы он мог Двигаться в вечности Поэтому Разница Между Силовыми Попытками Обретения силы Из тёмной нави И Обретением Света силы Света лавы Славы Вместе с богами Это совершенно Разные вещи Потому что Тут человек Или Сущность Того или иного Толка Она заботится О Своей корысти И собственно говоря Никакой задачи Для того Чтобы Продолжилась Вечности Жизнь наших родов В обретении красоты Построения блага И явлений Силы на земле Не происходит Поэтому Наша задача Я говорю То что Практикуем Мы силу Что Два пути Которые я описал Мне кажется Достаточно Сейчас Подробно Они в вашей голове Должны быть И вы должны Сознавать Что обращение Силы Для достижения Своих корыстных целей Оно ведёт Как правило В перспективе Достаточно большим Потерям Потому что Иных элементов Я Имею В общем-то Достаточно Большой опыт В этой сфере Не в сфере Тёмного делания А просто На пути Духовного постижения Я видел И те пути И другие И поэтому Видел Как одни Сохраняют себя И видел Как другие Себя разрушают Алексей Согласен Согласен С тем Что Если человек Начинает Свои Хочушки Пытаться Достичь Это говорит О том Что он В чём-то Ущербен И Эта Ущербность Она По некоторым Критериям Предляется Во-первых Если человек Создан По образу И подобию Бога Наследник Богов То в этом случае У него изначально Всё это есть Необходимость Это всё лишь Навсего Развивать Второе Если человек Ощущает Что ему Чего-то Не хватает И он Пытается Чего-либо Достигнуть Через свои Хочушки То в этом случае Он Находится Не на том Уровне Развития И это В очередной В свою очередь Означает То что Человек Может Пытаться Достигать То что ему Совершенно Не надо Поскольку Он не видит Того Главного Ради чего Здесь он живёт И что Необходимо Ему в этой Жизни Достигать Постигать Исходя Из тех Инструментов Из тех Данных Которые У него Уже От рождения Присутствуют Так что Вот это Вот опасно Это путь Который Ведёт В тёмное Направление И вот То что Рассказал Такие люди Которые Появляются На Разных Мероприятиях Они Да Существуют Это чернушники Которые Или По своей Глупости Прониклись Чернушными Всеми делами Либо По Своей Воле Они Стали Чернушниками Из-за того Что я объяснил Что они считают Что у них чего-то нет Надо этого достичь Ну Неважно Из-за того или с другого Глупцы Они есть глупцы Потому что Если он не сознаёт Чего-то Что у него есть Значит он глупец Не может поднять То что у него Под ногами лежит Или не может Использовать то что ему Уже дано И кстати Вот на многих Мероприятиях Где присутствуют Как я уже говорил Больше людей Нежели чем Круг знакомых То вот там Кстати Вот такие чернушники Часто встречаются И они Так или иначе Появляются Для того Чтобы Устанавливать Связь Со своими предками Богами Или помогать Её налаживать Тем Кто присутствует Для того Чтобы Насладиться Той энергией Которые в этот момент Выплёскиваются Для них Это просто Некий такой Пир духа Когда они С радостью Поглощают Что-то Того Что Что-то у них Сейчас уже Нет Это Неприятная вещь И часто Они Разрушают Вот это Построенное коло Построенная Связь Построенный обряд И люди Не понимают Что ж такое Это Вот там Собирались Всё нормально Шло А вот тут Так вот Вроде бы Настроены Так же А что-то Вот Не туда Идёт И Оттягивает И вот Как раз Когда Ведущий Человек Ведун Жрец Волх Он Это чувствует Он начинает Своим Внутренним Зрением Или Открытым Зрением Какое-то Есть Просто Рассматривать Присутствующих И Если Квалификация Его Достаточно Он Выявляет Дрянью И Ну Опять же В зависимости От квалификации Он может Просто-напросто Блокировать Их действия Может Даже Применить Некую Такую Систему Активной Блокировки Когда Подавляется Воля Того Кто делает Нехорошие дела Ну Или На примитивном Уровне Подойти И сказать Если ты не прекратишь То сейчас Во-первых Лоб получишь А во-вторых Лучше Отсюда убраться Вот Все здесь Варианты Хороши Как говорится Выбираю Любой Который Подходит По квалификации Подходит К месту И ко времени Ну Как-то так Да Согласен Тут дополнить Особо Нечего Вот Ну Я думаю Время музыкальной паузы Ах Вот так вот Да Ну что ж Продолжаем Слушать Музыкальные Музыкальные Отрывки Или музыкальные Произведения Которые Связаны Так или иначе С купальскими Днями С купальскими Неделями И сейчас мы послушаем Красивую песню В исполнении Групп Песнеры Ночка Купальская Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что 30 июня 2016 года Четверг На одном Из современных Календарей На одном Из старинных 40-й день Месяца Ветров 7524 Это понедельник Поздравляю Тех Кто отмечает Русалье Дни С этим праздником Который Растягивается На достаточно Большое Время Мы говорим В нашем живом эфире О духовных Практиках Славянских Обрядов То есть о духовном Делании Славянских Обрядов Главный Сведущий Сурияр Кто-то здесь написал Занудная песня Да нет Не занудная Просто красивая Лиричная Лично приятная Ну Зависит опять же От представлений Настроений Ну что ж Продолжим Продолжим Давай Ну Собственно говоря Вот Три Как бы Ступени Три А Два Уровня Делания Пока Неназываем Духовно Мы Рассмотрели То есть взаимодействие С силой И Взаимодействие Со своим телом Ну это Скажем Достаточно В узком режиме Мы сейчас Рассмотрели Потому что Ну Если Более подробно Там Ну опять же Одного эфира Не хватит Поэтому Пока сейчас Набираем Ну может быть Тех эфирах Которые С осени Я надеюсь У нас будут В стабильном режиме Опять Там уже будем Разбирать Ну и В очном В очном состоянии Школа сама по себе Тоже должна будет Проявиться Как Все Задумывается И в общем-то Потихоньку Исполняется Вот И значит Третий уровень Да Душевное Душевное Делание Развитие Своей души Как таковой Душа Мы В одной из Давних Наших Бесед Разбирали Собственно говоря К какому Уровню Относится Душа И Делали Достаточно Четкое Разделение Между душой И телом В том Виде Что Как Она себя Проявляет И в каком В общем-то Заключается В чем Заключается Ее Основное Смысловое Составляющее Для нас Для Души Ну В данном Случае Нас Я все-таки Не имею ввиду Тело Потому что Как выделяя Душ А имею ввиду Наш Дух Который Является Первой Основой Потому что Если мы По Уровню Внешних Оболочек Так Визуально Могли бы Для себя Представить То значит В основе Лежит Дух Как Ось Нашего Бытия И нынешнего И бытия Вечности Через Душу Мы Взаимодействуем С окружающим Миром Постигаем Его С одной Стороны Тонкие Составляющие Но Которые В то же Время Опять же Относятся К Скажем Феноменам Или проявлениям Мироявным Почему Потому что Тонкость Сил Тонкость Энергий Которые Пребывают В нашем мире И с которыми Взаимодействуются Она все-таки Тоже не Не лежит В одной Плоскости Потому что Есть значительно Более тонкие Силы Которые Вот даже Люди Имеющие Очень Хороший уровень Ведания Или хороший уровень Не только Ясновидения А яснознания Как бы Могут Различать Только на Каких-то Отголосках Отражениях Потому что Да Действие Взаимодействие С какой-то С каким-то Уровнем Божественного Проявления Произошло Но Как-то Описать его Словами Не представляется Возможным Потому что Настолько оно Тонко Настолько оно Незаметно Трансформирует Преобразует Сущность Что Только По прошествии Какого-то Длительного Времени Иногда люди Пытаются Описывать Но так как Наш словарный Запас Все-таки На нынешнем Этапе Достаточно Беден Это Не Очень хорошо Не очень Четко Получается Чаще всего И Это не Проблема Того Человека Который Пытается Описать Как правило Как раз Что Есть очень большое Количество Понятий Которые В нашей Повседневной Жизни Не имеют Вообще Никакого Распространения И А если Мы там В какую-то Глубокую Достаточно Древность Обращаемся Мы видим Что часть Отголосков Этих Понятий Там есть Ну и То уже Как правило Не Не первичного Не изначального Толка Это тоже Отражение Отражение Но это Неплохо Нехорошо Просто То То в чем Я уверен И то Собственно О чем Подсказывает Скажем так Жизнь В виде Тех Наших Предков Которые Находятся Как В том Виде Как мы говорим Высоко Высоко И Видят Далеко Далеко Они говорят Что если Будет Восстановлена Весть В полном Объеме Да То вот К чему Мы говорим Что Есть вероведание И есть Весть И есть Совесть Потому что Совесть Единая Весть Соединяющая Всех Понимание Икон Она все Таки Является Исходной От Вести Да И Весть В данном Случае Как мы говорим Это Проявленная Возможность Восприятия Поэтому Наша Задача Всех Ближайших Может быть Поколений А этого Поколения В особенности Потому что Мы Оказались В такой Достаточно Непростой Сложной Ситуации Наши Рады Оказались В общем-то Стали Вымирать Это Уже Самая Крайняя Точка За которую Мы ни в коем Случа Не должны Опускаться Потому что Если наши Рады Вымирают Значит Мы потеряли Ход Жизни Вот Ну ладно Вернемся К Писанию Душевных Деланий Душевных То что Развивать Себя Развивать Своё восприятие Собственно говоря То что Часто Используется В Обыденном Разговоре В обыденном Обращении Развитие Личности Или развитие Там Характера Или развитие Каких-то Художественных Творческих Способностей По сути Это всё Относится К деланию К развитию Души Потому что Душа Так как Она Как я Говорил уже В предыдущих Беседах С одной стороны Многослойна И каждый Слой Отвечает За Свой уровень Взаимодействия С миром Яви и Нави Которые Нас окружают Потому что Душа Как раз Это та Наша Часть Которые Уже В достаточно Большой Степени Способны Взаимодействовать С миром Нави И Развивая Свои Творческие Потенции Мы развиваем Как раз Нашу душу В том плане Что она Становится Более широкой С большим Количеством Планов Бытия Она способна Взаимодействовать И Поэтому Обращаясь За Своим Развитием Мы Как раз Вот эти вещи Но Наиболее важным Наверное Делание На чем Я там Хотел Заострить Внимание Своё Что все-таки В мире Явном Вот У нас Не зря Есть устойчивые Там Словосочетания Человек Широкой Души Или Душевный Человек Подразумевается Что Собь Человека Проявленная Через душу Она Достигла До того Уровня Внутренней Гармонии Того уровня Радости Света Что Для людей Которые находятся Рядом С подобной Душой Развившие Себя В проявлениях Духа Что Она Вот именно Воспринимается Ими Как Душевность Человек Широкой Души То есть Тот человек Который Свою Душу Собь Развил До той Степени Ну в данном Случай Все таки Не сопь А душу Развил До той Степени Что он Уже Способен Безкорыстно Взаимодействовать С людьми И Оказывать Им Необходимую Помощь И поддержку Это собственно Говоря И есть Потому что Если мы Развиваем Сначала Как Вот Первые Практики Да Телесные Мы там Одну из Практик Сегодня Затронули Ну и В кратком Режиме Рассмотрели А Если Как Б Погружаться Вот этот Момент Почему Как Б Первая Практика Телесного Делания Потому что Мы Должны Освоить Способ Как Сохранять Своё Тело Как Относиться К нему Правильно Как Добывать Для него Пропитание Как Взаимодействие С другими Людьми Независимо От Уровня Скажем Социального И прочего Развития Потому что Нынешний Человек Большинстве Современный Он Будучи Помещен В чуть-чуть Более Жесткие Условия Существования Он Как правило Обречен Умереть Потому что В большинстве Своем Потому что Эта часть Все равно Все-таки Включит Свою инстинкт Самосохранения А у большинства Он Находится В разрушенном Состоянии Поэтому Я говорю Мы Коснулись Только одной Практики Чисто Большей частью Оздоровительной Ну и Той Которая Позволяет Находиться В большей степени В ладу Самим собой И Следить За состоянием Своего тела И В общем-то Все Делать Для того Чтобы Тело Сохранялось В здравии В хорошем Состоянии Чтобы Психосоматические Боли Нас Не разрушали Потому что Подавляющее Большинство Болезней Как Давно Говорят Доктора И Им Вторят Психологи И прочее Что Все болезни От нервов Ну это Примерно Так Если у вас Есть Определенный Уровень Нервного Психического Напряжения Который Вы Сознаете Или не Сознаете Там Называется Как Стресс Является Постоянной Болезнью Современного Человечества Ну Значит Как Казать Это Искаженное Внимание Оно никуда Не исчезает Оно брудит В вашем теле Ну и в какой-то Момент Может произойти Очень распространенная Ныне Болезнь Которая Как раз Вызывается Перерождением Клетки Потому что Сила В вашем теле Энергия Она была Несбалансирована И на Ту или иную Точку Воздействовала Достаточно Долго Собственно Говорят Одна из Основных Причин Перерождения Клеток То что Называется Раковое Заболевание Красс Заключается В том Что Вовремя Не было Сбалансировано И Не было Не было Убрано Причина По которой Вот это Напряжение Сила Энергии В вашем теле В той или иной Точке Продолжалось Это Как бы Так Короткую Ремарку Оступление Возвращаясь К душевным Практикам Просто Мы Как вот Развивая свою душу Во-первых Мы учимся воспринимать Красоту мира Развиваем Свои творческие Всевозможные Проявления Почему Нашим предкам Всегда Они знают Что надо Учиться И рисовать Наши предки Знали Что надо Уметь Танцевать Наши предки Знали Что надо Уметь Петь И почему Как вот Если какой-то человек В какую-либо местность Приезжал Ну и не знали Кто он такой Ну Представлялся Там того или иного Рода племени Допустим Это племя знали Ему как правило Предлагали спеть Вместе с теми Кто живет На этой территории Ну и По уровню Вот этого Скажем Достаточно тонкого Взаимодействия Во время Единого пения Хорового Скажем так Когда община Поет Одну песню Все четко Понимали Совпадает Человек С данной местностью С данными людьми Или это человек Все-таки пришел И живущий Какой-то Своей жизнью Это тоже Один из таких Тестов Который Использовался Еще В не такое Стародавнее время Допустим 100-150 Лет назад А если Смотреть дальше То это было Тоже Одно из Четких Таких Одно из четких Проверочных Состояний Для любого Пришедшего И соответственно Развивая Вот эти вещи Мы Научаем Свою душу Воспринимать Мир В значительно Большей полноте В значительно Большем количестве Проявлений Соответственно Наша душа Нарастает И в большей степени Способна Взаимодействовать С миром И вот То что я Описал Как практики Потому что Тоже Опять же Мы сейчас Только узкий Спектр Их затронули Потому что Тут надо С одной стороны Чуть-четче Прописать Именно правила Душевного Развития И я думаю В ближайшее время Мы Там к этому Обратимся Там в начале Осени Мы еще раз Разберем Эти вещи Для закрепления Мать-учения Там не сложно Повторите В этом есть смысл Безусловно Ну вот Ну и соответственно Если душа Развилась Нам Очень важно То что я говорил Попытаться Вот этот опыт Который мы Обрели С помощью Души В явном мире Перевести Его В следующее Состояние В состояние Духовного Осознавания Вот здесь собственно говоря Только и Начинается Духовная практика Почему? Потому что Наша осознанность Она Должна достичь Того уровня Что мы должны Осознав Телесные Свои проявления Подняться выше Осознав Свои Душевные Проявления Пройти Выше их И осознать Свои Духовные Уже То есть Телесные Душевные И осознать Свои Духовные Проявления И они Если мы Занимаемся Осознанно Развитием Своей Души Они собственно говоря Проявляются Почему я И На прошлом Эфире И сегодня Мы Возвращаемся Что да В этом плане Для нас есть Безусловное Безусловное Делание Которое позволяет Трансформировать И очищать Свой дух Это Правильно Выстроенный Обряд Правильно Выстроенный Обряд Желательно В одной Общине Желательно На том Месте Где Какая-то Из естественных Природных Сил Себя Либо Проявляет Либо Присутствует Чтобы Легче было Взаимодействие С естеством Которое В многомире Проявляется Во множестве Мест Вот Ну и Соответственно Когда мы Занимаемся Уже Деланием В обряде И постепенно Взрастая Сначала Выстроив Своё тело Наладив Опять же Через тело Какое-то Либо Взаимодействие С силой Раскрыв Свою душу То есть Одновременно Раскрывая И выращивая Свой душ Мы в первую очередь Развиваем Свой чувственный ряд Потому что Как я уже говорил Неоднократно Что Многие люди На сегодняшний день Приходя на обряд И не приходя Они всё-таки Пусть не обижаются Но у меня В большей степени Конечно Деревянные Так вот Эта деревяшка Если она Обращает внимание На себя Если она Начинает что-то Практиковать И как мы видели Даже засохшую палку Воткнув Влажную Почву Где-то Мы через какое-то время Увидим на ней Живые Побеги Такое Я думаю Многие Наблюдали Я по крайней мере Несколько раз Подобные видел Вот И то же самое Соответственно Принимая вот этот уровень Света и живы Который мы получаем Во время обряда У нас есть возможность А жизнь В значительно Большей степени И соответственно Наш дух Начнет взаимодействовать С нашей душой Мы начнем Проявляться Как бы еще Сейчас длительное Описание Тех или иных Духовных И душевных практик Мы наверное Перенесем На последующие беседы А так в общих чертах Просто саму Градацию восхождения По Деланию Которое позволяет Сначала Отделание телесного Перейти К деланию Духовному Мы в общем-то В общих чертах Коснулись Именно в общих чертах Потому что тема Реально Необъятна И очень глубока Алексей Да уж Нельзя Познать Объять необъятный Как говорилось Там в одном Сразу же Сразу же Но напомню Что этот эфир У нас заключительный В летней серии Дальше продолжение По родовой Школе родовой мудрости У нас будет уже После Осеннего Равноденствия Или Новолетия Кто-то называет По-разному Опять же В зависимости Традиции Как кому-то Больше нравится Там разберемся Когда продолжить Так что Пока еще Есть возможность Вы вопросы Можете позадавать А вопросы Мы принимаем Из чата Народного славянского радио Набираете Народное славянское радио В любом поисковике Заходите на сайт Славмир.орг И там учтите слово Чат Если еще не зарегистрированы Придумывайте логин и пароль И указывайте Е-мейл Куда будут приходить Вам ответы И после этого Можете уже Пользоваться чатом Задавать вопросы В эфир Общаться с хорошими Своими знакомыми Ну в общем-то Жить полноценной жизнью Так Ну что Какие еще мысли У тебя есть Что еще можно Поведать Рассказать Ну я думаю Ты Сейчас бы Наверное Предложил бы тебе Чего-нибудь В том плане Вот По твоему Твоей поездке На Купальский праздник По твоим впечатлениям А Теперь к практике К практике переходим Да теперь Да Хорошо Давай тогда Сначала музыкальная пауза Чтобы какую-то отбивку сделать Слушаем Напоминаю Купальские песни Послушали мы Музыкальную зарисовку Послушали мы Исполнение группы Которая еще В советские времена Была хорошо известна Сейчас послушаем Теперь более К фольклору К этнике Ближе И дальше Продолжим разбирать тему Делиться своими впечатлениями Ощущениями Ну и естественно Задавать ваши вопросы Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор И по этому Реки Руза Ну надо во-первых Это место Наверное Обрисовать Что оно собой представляет Чтобы было понятно Наверное Какое-то место Красивое Насколько оно Значимое Наверное Ты что-то Об этом Скажешь Ну там Как бы Если Разбирать То В каких местах Лучше ставить Капище Как Нас там Все время Обучали Все-таки Есть места Верхние Яры Есть места Срединные Есть Мира Есть места Нижние Для Ну вот То что Делается Там Может быть На болоте Где-то в низинках Рядом С рекой Собственно говоря Там Там И там Во всех этих Разных местах Разные обряды Дей Жрецы Ведающие Вели Определенные Обряды Для достижения Тех Или иных Целей Поэтому Как мы Говорили Что Сама наша Традиция Наш родовой Обычай Очень Широкий Многогранен И мы Не отрицаем Наличие тьмы Как таковое Но тьма Опять же Мы не говорим Что это Плохо Это просто Часть того мира Который В котором мы Живем Или того Многом мире В котором мы Пребываем В явном Своем состоянии Одновременно Вот То место О котором Мы говорили Просто Как Для Старых Ведающих Говорилось Как определялось Место С одной стороны Место Должно Как я уже Сегодня В беседе Касался Иметь Свой Как бы Проявление Какой-то Из стихий В себе Которая В той или иной Степени Как бы Может быть Зафиксировано Словно Тонким видением Доступным Ведущим Должно Быть Наполнено Живой И Должно Бы Хорошо Иметь Вот этот Момент Потому что Как бы Для созидания Выбирался Все-таки Правый Берег Реки Для Выравнивания Каких-то Элементов Левый Берег Реки Но имеется Ввиду Когда там Надо было Выровнять Какие-то Протянуть В Навных Лугах Какие-то Стези Это Левый Берег Но вот Правый Берег Он выбирался Как раз На Излучине Там где Река Делает Крутой Правый А лучше Одновременно Несколько Правых И левых Поворотов Тогда считалось Ну не то что считалось Оно так и есть Что река На месте Поворота Ту Всю силу Которую Она в себе Несет Она В той или иной Степени Выплескивает На То место Которое Она огибает Делая Луку То есть Сгибаясь Там где-то Под прямым Углом Где-то меньше Где-то больше К этому месту Ну и собственно Говоря там Выбиралось Как правило Бывало что Так как Река делает Много излучин Выбиралось Место Ярое Если это Для Общинных Каких-то Либо Место Срединное Ну еще Хорошим Показателем Было то что Если На этом холме Или на этой Местности Есть выходы Источников Воды Что само По себе Показывало Что там Присутствуют И подземные Воды Что одновременно Олицетворяло Мир Нижний И одновременно Олицетворяло Возможность Взаимодействия С водой Во множестве Проявлений И Обращения К богам К предкам Нашим Именно Посредством Воды Потому что В любом из обрядов Мы все Доступные нам Четыре стихии Мы постоянно Их славим Обращаемся К ним И стараемся С ними Взаимодействовать Вот то место Которое О котором Мы говорим Оно как раз Находится На С одной стороны На излучине Реки Причем Река делает Там два Таких Достаточно Сильных Крутых Поворот И соответственно Само по себе Место Уже Как бы Наполняется Той силой Которая Несет Себе Река Так как Река Все таки Не такая Маленькая Не сравнение Конечно С Волгой В нижнем течении Но она Чиста Сильна И быстра Соответственно Всю эту местность Которая Вокруг Нее Она питает Свои силы Также Там Потому что Место Для капища Было выбрано Посредине Потому что Как Дестный Путь Общины Он подразумевает Мы как раз Выбрали Срединное Место Выше Над рекой Но не На самом Еру Того Холма Ну и Соответственно Как хорошим Еще подтверждением Было то Что С того Холма В подножии Скажем Которого Находится Или выбрано Место Для капища Стекает Три источника Три источника Причем Достаточно Сильных Которые Вот Впадают Реку Один источник Он прямо Как раз Огибает Именно Само Капище Получается Так Поэтому Само По себе Место Это Знаменательно И Интересен Исторический Факт В том Ключе Что Раньше На этом месте Была Деревня Деревня Даже Как сказали Местные Вроде бы Была там Церковь Но Смысл Так Что Вся Деревня Была Спалена Перуновым Огнем Причем Продолжалось Это Несколько Раз Когда Гремели Громные Молнии И Реально Дома Сгорели Все И Возгорание Произошло От Молнии И Люди Как бы Так Как наши Люди Все-таки Умеют Считывать Больше Или Меньшей Степени Те Знаки Которые Несет Нам Природа Они Переселились С этого Места И Даже Название Деревни Поменяли Потому Что Как Зная Это Все Наша Древняя Русская Славянская Ведическая Традиция Они Даже Имя Деревни Поменяли Когда Перенесли Ее На Другое Место А То Что Это Место Облюбовано Перуном Для Нас Это Как Хорошим Знаком Хорошим Подтверждением Нашего Наблюдения Нашего Восприятия Как раз Проявилась Вот Это Не Легенда А Некое Событие Которое За последние 100 лет Уже Произошло На Этом Самом Месте Это Не Предание Старины Глубок Это Недавнее Место То Береж Перун Выбрал Это Место Для Своего Проявления И Соответственно Капище В первую Очередь Которое Мы Там Сотворяли Оно Хоть И посвящено Всем Богам Нашим Но В первую Очередь Посвящено Сварогу Ярому И Перуну И Само По себе Капище Конечно Получилось Очень Интересно И Сам Обряд По моему Мнению Так как Ни один Десяток Ни одна Сотня Обрядов Уже И Мною Приведена И во многих Я почувствовал Обряд Получился Очень Мощный Но Там Были Определенные Скажем Моменты Так как Все таки Два Объединения Славянских Буквально Там Первый Раз Взаимодействия Обрядодеев Там Были Может быть Какие-то Минимальные Накладки Но Сам По себе Обряд Очень Удался Купальский Поэтому Когда На следующий День Мы Пришли Чтобы Еще Один Общинный Обряд Сотворить Просто Было Понятно Что Мы Делаем Уже Зажигаем Огонь Скорее Соблюдая Символику Чем Необходимость Потому Что Само Капище Было Наполнено Силой Очень Большой Степени И Если Не знаю Кто-то Был Но Алексей Может быть Обратил Внимание Обрядовые огни Для Принесения Треб Они Загорелись Практически Все Одновременно Их Было Четыре И В течение Всего Обряда Который Там Порядка Двух Часов Наверное Практически Длился Там Может быть Полтора Часа Никто Дров Не Подкидывал А они Горели Ровным Сильным Пламенем Все Четыре Костра До Самого Конца Обряда Еще После Него Для Меня Это Безусловное Чудо Потому что При Этой Жаре Они Ну Ты сам Понимаешь Они Должны Были Сгореть В 10 Минут В пепел Практически Ничего Подобного Не Произошло И Горение Было Очень Серьезное И Пламя Было Порядка Полутора Метров На каждом Огнище По высоте Я говорю При том Что Была Жара И При Такой Жаре Крады Требные Они Прогорают То чудо Которое Для меня Это чудо Безусловно Я его Лицезрел И поэтому Нахожусь В большой Великой Радости Ну Теперь я Поделюсь Своими Мыслями Впечатлениями Я хочу Прежде чем Начать Говорить Спросить Скажи Пожалуйста Вот Традиции Которые Ты Придерживаешься Там Присутствие Кроме Мужчин Жрецов Одновременное Присутствие Женщин Оно Насколько Приветствуется Вообще Это Как сказать Оно Приветствуется Почему Объясню Что Опять же И по Опыту Своему И по Традиции Которая Нам Передается И говорит Что Женщина В обряде Взаимодействует Со своим Уделом Сил И через Это Обряд Обретает Большую Полноту Поэтому Есть те Обряды Когда Допустим Есть обряды Чисто Мужские Есть обряды Чисто Женские Которые Ведающие Матери Веду Не проводят А Те обряды Которые Большие Общинные Как правило Там Обавницы Как минимум А по возможности Кто-нибудь Из Ведуней Присутствует Для того Чтобы Вот этот Удел Как-то Проявление Множество Проявлений Женских сил Во всем мире Он не был Брошен Потому что Как мы Говорим И постоянно Это наставим Что ни одно Изначально Ни мужское Ни женское Мы не превышаем Не принижаем Почему? Потому что Они в единстве Пребывают И в единстве Мир созидают Поэтому И женское Мужское начало Оно равновелико Равнозначимо В нашем обряде Просто Женщины Собирают Вот эту Условно говоря Женская составляющая Горизонтальную Жизненную Составляющую Живу Мужи Стараются Это по Посту По Вертикали Условно Поднять На максимальный уровень На тот уровень небес Который нам доступен По мере Как говорится Посвящения По мере Своей чистоты И бытия Хорошо Понял Твой ответ Но если касаемо Моих впечатлений Кстати Не только моих Вот здесь Алексей написал Тарасов Добрый вечер Здравия Обряд Действительно Был очень красивый Особенно Впечатлило Эхо Приславления Да Очень Вот это Впечатлило Когда Грубо говоря Так условно Тысяча человек Разом Повторяет Какое-либо Слово Иславления То Отвечает И лес И пригорочек И с обратной стороны Реки Доносится Эхо И Вот эта волна Она конечно Пробивает Пробивает Очень серьезно Ну а Что касаемо Вот Просто Почему я спросил Уместно Неуместно Да Ты правильно Ответил На мой взгляд Правильно Что есть обряды Чисто мужского плана Есть обряды Женского плана Есть смешанные Но здесь я заметил Следующее Когда вот я наблюдал Что было таких Несколько Заметных На мой взгляд Я не знаю Может быть Кто-то заметил Еще Было два спада Такого вот Разрушения Может быть Строя Или Кола Когда Была какая-то Нестыковка В женском сегменте То есть Можно назвать В женском направлении Когда был провал такой Это вот Я четко увидел А второй Когда наши друзья Съемщики Журналисты Они запустили Квадрокоптер И он там Четырьмя винтами Жужжал над головами Присутствующих И тут как В этой Как это называется В песенке Стешке Все там Мордочки подняли А кто-то Стырил чемодан Когда пролетал Аэроплан Вот из этой же Серии Да Тут просто было Второй раз падение Причем Ну Отлеклись все Ну не все Многие Отлеклись И вот Разрушение Присутствовало Поэтому Так Предложение Сразу Тем Кто Журналисты Приезжают Сразу Объяснять Что Есть моменты Когда Лучше Таких вещей Не делать Вот Это то Что касаемо Ну были там Моменты Что Может быть Какие-то Несогласованности Поскольку Это был Эксперимент Где сразу Присутствовало Несколько Общин И каждая Община Стояла Около Своего Чура Или кто-то Называет Кумира Или кто-то Извоянием И Занимались Славлением И надо было Чтобы это Переходило Из одного В другого И вот это Местами Прерывалось Ну видимо Где-то Чуть Может быть Несыгранность То что называется Вот Но это так Для первого раза То что называется Вполне допустимо Я так думаю Вот И еще одно Такое наблюдение Которое Поскольку Я стоял За уже Кругом Наблюдал Стороны Вот я как раз Заметил Тех самых Чернушников Которые туда Подтянулись И они занимались Вот как раз Отсасыванием Вот этой энергии Которая в большом Количестве Освобождалась И местами Не успевала Перенаправиться Или кто-то Не перенаправлял Нужное русло То есть Вот Соединение То есть Обряд Местами Из него Вот такие Как-то Жабы Шакалы Больше Слово Подходят Они пытались Вхватывать Оттуда Вот Это Тоже Такое Замечание То есть Здесь Ну понимаю Что когда Несколько тысяч Человек Тяжеловато Может быть Бывает И был еще Такой Может быть Анекдотичный Момент Когда идет Славление И тут Подходят Скомарохи Которые За кругом Находились С балалаками И с гармошками И на гармошках На балалаками Какие-то Звуки Извлекают Это Конечно Было Вообще Там Не пойми Что И Последнее Замечание Которое Я вот Заметил Не замечание Как укор А замечание То что Я заметил Это Были люди Которые По каким-то Причинам Решили Там Видимо Очень хорошо Уже Отдохнули На жаре А там Было Очень жарко Многие Просто ходили Как раки Красные Солнце Было В очень Сильной Стадии Активности И просто Обжигало Вот там Нашлись Люди Которые Я не знаю Кто там Может быть Такая у них Традиция Может они Посчитают Они Видимо Догнались Каким-то Уже Не классом А следующим Уровнем Классного Такого Искусства Бродяшкой Какой-то Скорее всего Пивом И вот там Стояли люди Говорят Ты куда пошел Я спать Подожди Тут же обряд Ты же ради этого Приехал На купал Я все Я все Я спать Даже были Такие моменты Но это Единичные Случаи То есть Я не заметил Бузы какой-то Не заметил Пьяных Дебошев И так далее Но вот такие Случаи Конечно Для меня Это было Нонсенс Что нашлись Такие Люди Которые Приехав На купал Купала Как таковой И не увидели Для них Все ограничилось Это Лежанием Или выседанием Рядом С палатками У своих костерков Наслаждением Солнышкой Природой Как на пляжу Такой Лежбища котиков Там пиво А может быть Что-то еще Вот это конечно Меня поразило А что вы тут Делали тогда Вообще Ну вот такие Вот замечания По этому Если у тебя есть Что-то сказать То пожалуйста Ну я Я дополню Да Сейчас Ну смысл такой Все замечания Как Вот Взгляд со стороны Они С одной стороны Очень четкие Хорошие Они Говорят о том Что Ты во-первых С одной стороны Внимательно посмотрел С другой стороны Разложил это По определенным Направлениям Но Тут я Не в плане Оправдания А в плане Самого делания Самой Техники Немножко Договорю Просто вот На прошлой беседе Мы Говорили Что человек Входит в обряд Постепенно И Внимание его В обряде Точно так же Постепенно Нарастает И нарастает Сила его Участия В обряде Вот И причем Это Касается Общинного Обряда Когда люди Друг друга знают Когда уровень Искренности И взаимопонимания У них Достаточно Высок И даже В этом случае Это Как бы Строительство Обрядового Кола Туалиновой Общины Это Как правило Не один день Может не один месяц И даже Может быть Не один год Когда община Работает В таком Ключе Что Требу Словно Восходит Быстрее Чем Возложили В огонь Потому что Столб Взаимодействия С небесами Здесь Проявляется Практически Мгновенно Как только Кола Замкнулась И все Друг друга Почувствовали Здесь Пошла работа Когда Приезжает Вот Такое количество Там Больше тысячи Людей Условно Стоит в Кола И Люди Даже не знают Друг друга Как зовут Как они Относятся Тут Получается Что каждый Участвует В обряде По Мере Своей А так Как люди Соответственно Естественно Люди Чудесные Великолепные Стремятся Но просто Так Как Уровень Их Делания Еще Пока Находится На Зачаточном Состоянии То они Только Пытаются Приобщиться К традиции Поэтому Они Не в Состоянии Еще С одной Стороной Фиксировать Своё Внимание Не в Состоянии Замкнуть Кола В том Смысле Что почувствовать Всех Стоящих В этом Кола Но В то же Время Уровень Искренности По крайней мере Я это Очень Четко Ощутил Был Очень Высок У людей Просто Да Так как Уровень Погружения Еще Недостаточен И Условно Любой Крик Со Стороны Тот Же Квадрокоптер И Все Прочее Может Вытащить Из Обряда Потому Что Если Человек Своё Внимание Вывел Из Обряда И Зафиксировал На Чем То Другое Он В обряде Пребывает Чисто Физически Но Его Делание В обряде В этот Момент Прекращается Потому Что Внимание Его Сосредоточен На Чем То Другом Но Даже В общинных Обрядах Бывает Нечто Подобное Ну Там При Ких То Нечто Это Как Правило Зависит С одной Стороны От Обрядодея И От Уровня Подготовки Тех Людей Которые Участвуют В обряде В данном Случа Никому Из тех Людей Которые Стояли В кол Я Не Могу Даже Минимального Слова Упрека Сказать Только От Меня Безусловная Благодарность За то Что Приехали За то Что Встали В обрядовое Коло И за то Что Хотя Бы На Мгновение Я Скажу Так Открыли Свои Сердца Почему Потому Что Обряд Он С одной Стороны Когда Жреческий Обряд Допустим Или Ведовской Обряд Он Может Продолжаться Сутки Он Может Продолжаться Трое Суток Он Может Продолжаться Неделю Без Остановок И Жречествующие Для Обрядодей Они Все Время Сохраняют Во время Пребывания В этом Обряде Максимальную Концентрацию Своего Внимания И Как бы Напитывают Это Такие Обряды Как Будут Когда Надо Какой-то Очень Большой Вопрос Разобрать Напитать Место Силы С Каким-то Обрядовым Камнем Или Нечто Подобное Ничего Подобного Мы Конечно От людей Требовать Не можем Почему? Потому что Сама по себе Традиция У нас Сегодня Еще И даже Не вопрос В требовании Просто Сама по себе Традиция Она имеет Много Слоев И Купальское Празднице Это В первую очередь Конечно Праздник Обряд Это Важный Элемент Потому что Это Самая Большая Экола Которая Собирается Во время Вот этого Коллагода Которая Осуществляет Сурия Солнца Наша Двигаясь По Когда Земля Движется Вокруг Солнца И переходит Из одной Фазы В другую Как я описывал Четыре Состояния Купальские Дни Когда Наибольшее Количество Людей Встает Во время И Если Обряд Идеи Достаточно Подготовлены Если Они Достаточно Хороши Достаточно Условно Одного Мгновения Когда Все Сосредоточились Чтобы Все Коло Поднялось До Очень Высоких Небес Поэтому Тут Скажем Сам По Себе Элемент Если Это Уровень Сосредоточенности Длится Дольше То Как бы Качество Блага Возникающего В этом Достаточно Интенсивно Возрастает И в то же Время Даже Хотя Если Одно Мгновение Есть Я Предаде В состоянии В этот Момент Замкнуть Коло И Поднять Общие Значит Все Коло Вознимается Очень Высоко И Все Там Потому что В самом Действии Там Не очень Важно Как бы По Протяженности Я говорю Сам обряд Можно занимать По большому Счету То что Мы говорили Когда Оба ряда Земной Небесной Соединились На мгновение Уравновесились Преображение Трансформация Уже Произошла И Как бы Так как Я говорю Сотни Обрядов У меня За спиной И И По своему Опыту Еще Я говорю Я В очень Большой Степени Доволен Тем Уровнем Взаимодействия Которым Буквально Без Попыток Потому что Мы не Вставали В обрядовое Колло Практически С Объединение Велес В круг Ни Разу Мы с ними Оказались Как-то Проговорили Общий Уряд Обряда И Умудрились Его сплести Я считаю Что Дорогого Стоит Потому что Если Там Были Какие-то Заминки То Они Как бы Опирались Просто На людей Которые Там Ну вот В таком Большом Обряде При такой Большой Силе Бывало Просто Я видел Как Людей Вышибают Во время Обряда И Человек Просто Даже Не может Открыть Рот Сказать Даже Ни Одного Слова А Сила Все-таки В обряде Была Безусловно И К концу Обряда Она К тому Что Невзирая На все Вот эти Вот Какие-то Шероховатости Невзирая На то Что Телевизионщики Увлеклись Невзирая На то Что Были Некоторые Индивиды Которые Не совсем Осознавали Или Совсем Не осознавали Для чего Они здесь Появились Для чего Это все Производится Несмотря На присутствие Некоторых Чернушников Которые Пришли Рыбку Половить Мне Понравилось Что Наконец-то Наконец-то Произошло Вот это Самое Единение Которым Мы говорим В каждой Передаче Что Люди Порой Совершенно Кардинально Противоположных Взглядов На Славянские Обычаи И обряды А таковые Там были С точки зрения И начиная С одежды И заканчивая Может быть Каких-то моментов Уже Именно обрядовости Они объединились И вот это Вот Кола Образовалось Это говорит о том Что небезнадежно Все Как нам это Хотят враги Предоставить О том Что есть То Что нас Объединяет Есть тот Самый Русский Славянский Дух Который В нас всех Присутствует Все шероховатости Со временем Уйдут Все это Решится Все это Определится Но Мы наконец-то Начали искать Не то Что нас Разъединяет А то Что нас Объединяет И даже Это несмотря На то Что до Этого Вот Было все-таки В лагерях Некоторое Разделение Здесь стояли Представители Вот этого Здесь стояли Представители Вот этого А между ними Находились люди Которые Ни туда Ни туда Не относились Просто приехали На купалу Ну по рекламе Какой-то Кто-то им подсказал И они Выслушивали Что вот эти Говорят так Вот эти Говорят так Вот до обряда Вот эти все разговорчики Они по лагерям Ходили По становищам Они передвигались Где-то там Кто-то кого-то Обсуждал Как только Начался обряд Люди встали В круг Вокруг Капища Там получилось Примерно Четыре А в некоторых местах Даже пять Таких вот Кругов И вот это Единение Оно Всех Накрыло Вот слово Другого Именно накрыло Объединило И это Было удивительное Чувство Соединение Слитие В едином порыве В едином Каком-то согласии Вот тут Это очень важно И я Несмотря на все Какие-то там Может быть Шриховатости Я готов их На задний план Убрать И сказать Что вот это Случилось Ну Я Говорю Принимаю Замечания Шероховатости Хотя для меня Это Ну Так как Несколько Обрядов Ходилось Делать Когда Несколько Общин Одновременно На большой Обряд Заходят Там Они Или в меньшинстве Возникают Но Вот этот элемент То что Кола Замкнулась То что Кола Наполнилась Искрой Искрой Единый Вот это Для меня Конечно Величайшее Достижение То что Мы добились И я Собственно В восторге И радости Все равно Пребываю От того Действа Которое Удалось Нам сообща Сотворить Вот Ну и потом Начались Уже Игрищи Единственное Что тоже Я могу Поделиться Своими Какими-то Видами То что Я ощущал И видел Вот Были Местами Такие Моменты Которые Ну на мой Взгляд Я может быть Отстал от жизни Может быть Как-то Я что-то Не понимаю Которые Вот эти Некоторые Игрищи Можно было Заменить На Кое-что Другое Где Связывались Бы тоже Морское Женс Как это Должно Купали Как это Связывается Небо И земля Небеса И земля Вернее Сказать Когда Связывается Огонь И вода Разные Стихии И все Это Вместе Объединяется Можно Было Некоторые Игрищи По-другому Сделать Почему Я сейчас Это Обосную Когда Опять же На мой Взгляд Когда Я наблюдал Проходили Некоторые Игрищи Где Женщинам Нельзя Было Присутствовать А Некоторые Девчонки Туда Залезли Вот Реально Просто Лезли И их Посылали На Вот Реально Посылали С матерком С ветерком Вот И Там Присутствовали В этих Игрищах Опять же Люди Которые Уже Как-то Распылились Не только Ментально Но и Добавили Видимо Вот этого Квастного Сусла Которое Уже Перебродило И Когда Многие Не понимают Что происходит Когда алкоголь Употребляется На таких Божественных Мероприятиях То Переключается С божественного На низменное Ведь Давайте Вспомним Шаманы Что часто делают Шаманы Часто входят В транс Именно при помощи Или каких-то Наркотиков Или Ну то что тоже Относится к наркотикам Современные Першаманы Входят при помощи Алкоголя Это подключение К нижним мирам То есть Любой наркотик Любой Абсолютно Наркотик Он Производит Подключение К нижним мирам А нижние мира Это Пограничные Сына А некоторые Уже Внафь Уходящие Так вот Когда При этих Обрядах Мужских Появилось Много людей Разгоряченных Уже Пивом То в этом случае Я стал обращать внимание Что Стали появляться Не просто Чернушники А стали появляться Навники А навники Это уже Не те Которые люди Пришли В физической оболочке А это те Которые Без оболочки И вот Там Несколько И таких Навников Присутствовал Но самый У меня Такой Интерес Тоже На что Обратил Внимание Возник Когда Не в том Обряде Не в том Игорьще Где мужчины Присутствовали А в стороне От них Стояли Несколько Человек Одна Женщина Несколько Мужчин Одетых В национальные Костюмы С головы До пяток Но которые Просто элементарно Стояли и курили Вокруг Но я Сказал Что Можно Было На мой Взгляд Некоторые Игрища Перевести В другое Состояние То есть Поднять Немножко На уровень Более Высокий Если бы Немножко Прибраться Вот С пивом Например Если бы Не было Пива То Поменьше Было бы Вот этой Навничьей Энергии А именно Божественной Больше Присутствовало Ну Вот эти Основные Замечания Все остальное Оно происходило Очень весело И хорошо Ну и потом Конечно Впечатлил Как всегда На таких Мероприятиях Это Последний Костер Огромный Купальник Или по разному Называют его Купалица Да По разному Называют его Где стояли Бревна и доски Высотой Там по 6 метров То есть Представляете себе Да Когда он загорелся Что там Присходило Но опять же Люди были Жарой уже Утомленные А может Кто-то и не только Жарой Но там Казалось бы Вот-вот Самое-самое Уже завершение До праздника До утра Можно было Водить хороводы Но хороводы Там провели Всего один или два раза А дальше Как-то оно стало Распадаться И круг Жила еще часто Хороводи Поуменьшился Вот это Меня тоже Как-то Немножко Разочаровало Поскольку В моем представлении До самого рассвета Нужно было Поддерживать Огонь Нужно было Водить хороводы Нужно было Вот именно Праздновать То есть Вот Как-то на спад Там пришло Я не знаю почему Что-то такое Там произошло Вот Это мои впечатления Но Опять же При всем Таком спорном Чем-то Да Я вижу Что объединение Пошло И Вот эти все Шероховатости Может быть Волхвы Наши Проведут Какие-то Разъяснительные Беседы И В следующий раз Таких вот Уже Недочетов Можно будет Избежать И Ярой Такой вот Ярой Энергия Которая в те дни Присутствовала И Сейчас она идет Так потихонечку На спад Она будет уже Направлена В позитивное Божественное Направление И Народ не начнет Расходиться После Каких-то Двух-трех Мероприятий А будет уже До самого утра Это в принципе И должно Происходить Такие праздники Правильно Совершенно Замечено Что люди С одной стороны Во-первых Сам по себе Купались Загорелся Что за последние годы Он все-таки Значительно Дольше Загорался А тут он Разгорелся Очень ровно Красиво И До самого Конца Практически Своего горения Стоял такой Мощный Столб огня Само по себе А с другой стороны Просто Объединение Юлисов Круп У них Чуть-чуть Скажем Есть определенные Послабления В сторону Скажем Как-то Квасного Сусла Мы в этом плане Придерживаемся Все более четкой Ну как бы Более жесткой Позиции Что В общем-то Нам для Праздника Никаким образом Это не нужно Но тут Как бы Некое Послабление Что там Какая-то часть Людей Нам меняла Вину Ну мы так Можем бесконечно Друг на друга Фыкать И ходить Там И белые И пушистые А вы там Темные И ершистые Задача Все-таки Сплести обряд И Как бы Постараться Соединиться Искренне С небесами С проявлениями То что Я знаю Точно Что в данном Случае Действо Я могу Смело Назвать Историческим Почему Потому что Очень много Изменений Произойдет В ближайшее Время Во всем Движении И славянском И русском Среди тех Людей Которые Следуют Родовому Обычаю Это я могу Сказать Совершенно четко Потому что Сила Была Проявлена Очень Серьезно И очень Большая И собственно Говоря Могу Однозначно Сказать Что сам Бать Каперун Почтил нас Во всей Своей полноте В данном Действии Абсолютно С собой Согласен В этом И опять же Я не говорю Сторону Укора Я сейчас чувствую Начнулся на меня Вот какой-то Дядька Приехал Посмотрел Глупости Говорил Нет Я Не с точки Зрения Укора А с точки Зрения Того Что Ну Нет предела Совершенства Да И есть Стремление Куда Наше стремление Всегда должно Быть в нескольких Направлениях Которые воедино Должны Свестись Первое Это все-таки Свято чтить Богов и предков Наших Да Первое То есть Находиться в божественном Направлении А не в демоническом Когда там В нафь нас Куда-то пытаются Засунуть Это первое Самое Иначе мы тогда Отрываемся От богов И не важно Какие тогда слова Говорим Не важно Какие вышивки На себя одеваем Это будет Все лишь профанация А может быть И что-то еще Более худшее Это первое То есть Стремление Находиться в божественном Владеть энергиями Божественными Ощущать их И направлять Куда надо Связь То есть Обрядовость Должна стать Нашей Постоянной жизнью Мы должны находиться В этом обряде Постоянно Это первое Второе Мы должны жить Во имя державы Державность То есть Личность Семья Род Община Держава Вот это должно Выстраиваться линия И когда божественное Выстраивается с державным Вот тогда все Становится на свои места Если где-то В каком-то направлении Мы даем Попустительство Если где-то Мы даем слабину И это что-то Не понимаем Или не делаем ошибки Работаем ошибками Понимая эти ошибки То это Чревато Какими-то Очень серьезными проблемами Для всех нас В частности Для самого человека Потому что Ведь никто ответственность Не снимал за ошибки Даже по незнанию Которые совершаются Да Если человек Разбегается Головой по стену Бьется Не зная То что будет Это его не убережет Того что он сломает себе шель И разобьет голову Вот Учитывая что стена крепкая Да Он без шлема И там Неподготовленный Вот Поэтому Незнание не освобождает Как говорится Но от этого нам не легче Поэтому Все мои слова Направлены Не на то Чтобы кого-то К ногтю призвать Назвать Какими-то словами А именно на то Чтобы Как бы взгляд со стороны Вот Давайте так Я взглянул со стороны Вы попросили поделиться Я поделил своим мнением Для чего? Для того чтобы мы Все трудились На создание державы Чтобы все наши рода Крепли Чтобы все мы находились В божественности И чтобы у нас был Лад между нашими Нашими людьми Близкими По крови По духу Потому что стремление Это у всех Кто там был Я заметил Ну за исключением единиц Вот я которые Чернушники называю Это именно Находиться Вот в этом божественном порыве Находиться в единой Энергии В единении Всего славянского мира А для меня Это очень было дорого И я рад Что я там оказался Вот Ну я так Немножко Чуть В твою сторону Не камень брошен Но хороший Ты как бы Не дядька со стороны Ты все-таки человек Обладающий огромным Количеством информации И хорошим уровнем знания Поэтому твое мнение Тут очень важно И ценно В любом случае Именно так Ну что Если давай Мы еще с тобой Поговорим что-то По празднику По обрядам Или все-таки Уже немножечко Так Это уже Понимаешь Это больше похоже На с тобой Между собой Потому что Нет Подожди Подожди Вот я не согласен С тобой Между собой Потому что К сожалению Здесь писали Чат И к сожалению Люди не смогли попасть К сожалению Им хотелось А некоторые Попали И тоже Какие-то вопросы Возникали Поэтому Если мы с тобой Вот так В двух словах Обрисовали Что там происходило А еще я напомню Что у нас было снято Два очень расширенных интервью Одно из которых с тобой И еще я наснимал Несколько таких Коротких сюжетов Я надеюсь Что получится Из них такой небольшой Коллажик сделать Ну чтобы посмотреть Там Ну и сняли же видео Квадрокоптер Хоть летал Но красивый вид Он нам покажется Ну это К сожалению Это не у меня будет Вот Это будет у них Но я это говорю Про то что я Я надеюсь Что мы такой небольшой Коллажик еще сделаем Чтобы посмотреть Как капище выглядело Что там происходило Естественно Уберем звук Чтобы там не было Слышно слов каких-то Да Вот как-то Чтобы не нарушать Вот это таинство То что называется То что нужно присутствовать А не смотреть по видео Вот Чтобы было понятно Вот что как-то Вот приблизительно происходило Ну такой вот Как бы ролик Ролик калаша Происходящим Отчет Репортажный Вот Я надеюсь Что у нас таких вот Три ролика В ближайшее время Выйдет Вот Так что Мы с тобой Не в междусобщики В данном случае уходим А мы доносим информацию До людей Как это все было И плюс Растолковываем Тем кто что-то увидел И какие-то были непонятки О том Почему они могли Эти непонятки происходить И что это Не намеренно Злобные Какие-то умыслы были А просто-напросто Вот так получилось Ну где-то первый раз Опыта может не хватило Где-то может быть О чем-то не договорились Да мало ли что Где-то может быть Кто-то что-то Не совсем понял Вот И не более того Поэтому я считаю Такие мероприятия Делать необходимо Массовость мероприятий Она должна быть Обязательно Вот в таких вот моментах Но просто Надо чуть-чуть Больше Как бы Дисциплины Проявлять И Иногда Вот эта дисциплина В хорошем смысле слова Такая организаторская Она будет делать чудеса И Порядок выстраивать У нас же там еще с тобой Был Такой План Что нужно было Провести несколько лекций Там Ты задумывал Кого-то приглашали Кто-то не смог приехать Я там приехал Тоже было предложение Но вот опять же Из-за того что Вот как-то Не получилось Не получилось поговорить С людьми Ну я не особо Об этом переезжаю Потому что с людьми И так постоянно приходится Говорить Я думаю Ты тоже Как птица говорун Уже наговорился Местами Вот Но просто люди Могли бы что-то еще Для себя полезно услышать Потому что я как-то Опять же вот Услышал от людей Которые там присутствовали Кои подходят Говорят Вот я не понимаю Неужели люди Которые приехали Им не интересно Здесь пообщаться Им не интересно Здесь что-то узнать Вот они приехали сюда Вокруг своих палаток Сидят Загорают Там Костры жгут Между собой Такие по два По три человека Там может по шесть Устраивают Ну прошлись По этой По ярмарке Там что-то закупили И все А что там Нет что-ли Каких-то Заводил Которые Как сейчас Время слово Аниматора Которые могут За руки Рассказать Показать Были Хороводники Да хороводники Потому что там были Вот девушки Ведуньи Мне очень понравилось Когда они просто Выхватили девчонок Говорят Ну-ка пойдемте туда И вот там такие Девичьи В стороне От капища Были сборы Когда они Песни разучивали Им что-то рассказывали Вот вообще Цены этому нет Это же золото Ну вот И они говорят Почему для девчонок Это сделали Грубо говоря А для нас ребят Это не сделали Почему здесь ребята Все это скучают Что там Невозможно было Устроить какие-то Потешные бои Невозможно было Провести мастер-класс По тому же самому Ножеметанию По владению Веревкой По владению Тем-то 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 Какую-то Борьбу Провести Да мало Что Можно было Сделать Опять же Какие-то Песни Попеть Рассказать О смысле Мужского Хоровода Что это Такое Как взаимодействовать То есть Вот этого Чуть-чуть Не хватило Это я уже Не от себя Говорю Хотя Мне тоже Это было Замечание Ко мне подходили Люди Говорили Вот как Было бы Здорово Как было бы Здорово Если бы Было бы Например Десяток А может быть Два десятка Людей Которые бы Вот эти все Прошли По становищам И собрали бы Людей И сказали Давайте Вот это Сделаем То есть Народ Как-то Знаешь Уже Расслабился Современно И он Привык Что его Организуют Постоянно А сам Он как-то Мало Организуется То есть Нету Того самого Удальства То слово Которое Мы здесь В чате Сейчас Обсуждаем Что означает Слово Удалец Вот И Не хватает Этой Энергетики Опять же Современное Слово Желание Как-то Проявить Себя Все Приходится Людей Как-то Привыкших Расслабленных Телевизором Что им все Показывают И организуют Телевизор Не хватило Вот этого Это вот На будущее Хорошо бы Учисто Вообще Это был Не просто Праздник Купала А это был бы Еще и Мастер-класс На открытом воздух Когда люди Два дня Занимаются Сборами Занимаются Подготовкой И вот это Было бы Очень к месту Правда Ну и так Переходим К вопросам Вопрос эфира От Виктора Леонидовича Еще пару минут Буквально Скажу Значит Все эти замечания Вот Насчет Недостаточной Организованности Я принимаю Их Четко Безусловно Просто Надо понимать Что у нас Часть лекторов Ну вот Марина Макарова Выпала Еще кто-то Группа Сколотый Который Музыку Они приехали С обозданием На 4 часа И поэтому Тоже в любой момент Там Тут Я говорю Поэтому часть Была прописана И часть Все-таки Пришлось На живую нитку Поэтому Вот этот момент Недостаточной Организованности Времени Там Ну как бы Перед обрядом Перед подготовкой Ко всему Это есть Ну Естественно Учтем И как ты говоришь Надо дополнять Это одно А второе То что Все-таки Достаточно Много Было Москвичей Вот Большинство И Проблема Наверное Такая Что Москвичи Очень тяжело Отходят Во времени От Городской Напряженности И только Через там День-другой Начинают Более-менее Общаться А тут Времени Было Буквально Они приехали И уже Их В действие После Вот этого Прессинга Городского В котором Они Постоянно Пребывают И как бы Даже Ну Вот В других Городах Приезжаешь Там Если Кто-то Из Москвы Появляется Видно Что Им Достаточно Тяжело Общаться Потому Что Москва Подразумевает Что Человек Старается Замкнуться Сам На себя И Не Взаимодействовать С людьми Чтобы Не Терять Свою Силу А тут Надо Как раз Вот Этот Момент Себе Переработать И Выйти Вот Это Вживое Состояние Это Просто Это Не Озвучивается Но К сожалению Это Именно Так И Если Условно Если Бы Там Пару Дней Прожили На Третий День Было Совсем Было По-другому Это Я Гарантирован Говорю Хорошо Ну Что Переходим К вопросам Вопрос Эфира От Виктора Леонидовича А Что Значает Страна Своя Страна Вот Эти Слова Употребил И Видимо Виктор Так Заинтересовался Ну Просто У нас Есть Такое Хорошее Понятие Родина Или Отчизна Да Есть Еще Понятие Малая Родина Мы Как Все Таки Жили В большой Стране И Сейчас Продолжаем Жить В ней Малая Родина Для Большинства Из Нас Она Сейчас Скорее Как Некая Формула Чем Как Некая Данность Ну Словно Мало Кто Там Помнит Происхождение Своего Рода Из Каких Он Мест Какие Там Были Традиции Все Прочее Связь Поколений Связь Родов Со Своими Исконными Родовыми Местами Разорвана Поэтому Мы Живем В стране Своей Большой Мы Ее Под Собой Не Чувствуем Страны В большинстве Своей Но Если Мы Начинаем Ее Критиковать Огульно Как бы Вступаем Противоречию Все равно Со всеми Родами Которые Здесь Живут И Как правило Можем Получить Неплохой Удар По своему Здоровью Почему К своей Стране Надо Относиться С одной Страны Бережно Не Не Плевать Не Сорить Я Говорю То Что Я Говорю Заметно По Все Таким По Москвичам По Московским Жителям Что Нам Надо Научиться Заново Друг Друг Воспринимать Не Только Как Врагов Которые Пытаются Отнять У нас Кусок Того Или Иного Пирога На Работе В метро При Любом Столкновении При Любом Взаимодействии А Постепенно Двигаться К тому К чему Мы Безусловно Придем Что Мы Понимаем Что Каждый Из нас Является Ценным Родовичем Который Созидает Наше Общее Будущее Но И Каждый Должен Стремиться Именно Таким Родовичем Стать Отказаться От Корысти Которая Замыкается На Себя Искать Способ Преследовать Общую Пользу Общую Выгоду Выгода В данном Случа Неплохое Слово А то Что Мы Смотрим Как нам Сообща Сделать Наше Доброе Время И доброе Место Правильным Таким Образом Алексей Хорошо Когда что-то там Упало Мне вспомнился Анекдот Когда Спрашивают Что так громко Что так громко Там у тебя Упало В поезде Едут Говорит Да Пижама Мой Упал Почему так громко Да я из нее Выскочить Не успел Ладно Хорошо Вопрос эфира Цвета Сурья Здравия Как научиться Читать Хроники Акаши Благодарю Вопрос Не то что В бровь Или в глаз Вопрос Такой Практикуете Лет Может быть Не знаю Может у вас Дар какой Эдгара Кейси Был Вот он Читал Хроники Акаши Я в данном Случа Наверное Ни одного Слова Пользу Не скажу Просто Если вы Развиваете Свой Чувственный Уровень Развиваете В себе Осознанность И стремление К свету То значит Какая-то часть Тонкого Всемиря Будет вам Доступна Будут Это хроники Акаши Или Родовая память Ваших предков Или что-нибудь Еще Безусловно Что-то Проявится При условии Если вы Искренне И регулярно Будете Существлять Своё Делание Не больше Не меньше Примерно Так Алексей Хорошо Вопрос эфира Дмитрий Рождён На Дальнем Востоке Живу В Торонто Здравия Всем Сурьяр Вы в Канаду В гости Не собираетесь Живут ли За океаном Люди Ведающие Ну Люди Ведающие Живут Естественно Везде Но просто Каждый род Каждый народ Он Пропитывает Свою кровью Землю Пропитывает Своим потом Землю Обращается К богам И через это Как бы Выстраивается То ли иное Та или иная Земля То ли Те или иные Небеса Вот И просто Сколько раз Уже было Какие-то учёные Или писатели Уехали На американский Континент Или ещё Что-то И здесь Будучи Достаточно Плодовитыми Творцами Скажем так Там они В течение Года-двух Исписывались И превращались В пустые Баллончики Которые Не способны Ничего Потому что Произошёл Отрыв От своего Родовых От своих Родовых Небес Вот Можем назвать Это Эгрегором Или Как-то Ещё Так Вот То что И в Канаде Ну просто Там В течение Там Нескольких Тысяч Лет Земля Она всё-таки Принадлежала Коренным Жителям Которые Выстроили Там Свою Землю Свои Небеса Они В этом Плане Существовали Те Белые Люди Которые Туда Пришли Они Как правило Уже Имели Подоплёки Своего Миропонимания Христианства Которые Всё-таки В большей степени Не настроены На взаимодействие С природными силами И с природой И соответственно Схема взаимодействия С окружающим миром Она там Достаточно здорово Ограничивается Именно самим Этим мировоззрением Каковым Является Христианство Ну это Просто как данность Это надо признать Потому что там Настройка На Скажем На внутреннее состояние И на Загробное Существование Вот А то что Взаимодействие с природой Как бы Делиться И набираться Вместе с ней Живо Наполнять живо Всё окружающее Пространство И стараться Постичь В своём понимании Небеса Это как раз Свозственно нам Соответственно В Канаде И в Соединённых Штатах Почему Как бы Достаточно большое Количество И фруктов И овощей Которые мы сейчас Потребляем И которые Приходят Из рубежа Они уже не имеют Аромата То бишь Своей тонкой Составляющей Утраченной Поэтому Там в этом плане Наверное Конечно Сложнее Нежели у нас Но в то же время Как я говорю Ведающие люди Есть И собственно Род Всебог Он Бог для всех Просто В своих местностях Есть свои Народы Есть свои Роды Есть духи Герои Боги Этих Родов Которые Держат Эти роды Которые В общем-то Составляют Их Небеса Но Так как Там Различное Достаточно Большое Количество Различных Мировоззрений То Вот этот Момент Как бы Единства Небес И земли И Тех родов Которые На земле Проживают Он там Достаточно Проблематичный Ну Примерно Так Поэтому Ведающие Есть Но Что они Ведают И в каком Направлении И какого Они рода Это конечно Ключевое Ну А сам Я не знаю Когда-нибудь Может доберусь До Канады Говорят Там тоже Красиво Хорошо В принципе Вот такие Были вопросы У нас В чате Я их все Занес сюда В наш Мини-чат Озвучил И у нас Еще Есть возможность Что-либо Сказать По теме Духовные Практики Славянских Обрядов Или как-то Предложил Духовное Делание Славянских Обрядов Ну Сегодня Было Сказано Достаточно Я думаю Что Просто На сегодняшний Мы наверное Можем Эфир Закончить Потому что В следующих Беседах На эту Тему Мы будем Уже Подходить Более Конкретно И более Глубоко Разбирать Сейчас Условно Эту Лествицу Восхождения По строению Уже В принципе Достаточно Я просто Не хотел бы Информационно Перегружать Слушателей Наших Радовичей Поэтому Предлагаю На этом Эфир Сегодня У нас Завершить Ну что же Давай тогда Наверное Пожелаем Пожелаем Нашим радиослушателям Как всегда В заключении Что-либо доброе Красивое С учетом того Что все-таки Это у нас Последний Эфир В этом лете По Школе Родовой Мудрости И вот Как-то Надо это Учитывать Надо учесть Это Ну Как я Наверное Говорю Я всегда говорю Одно и то же Но разными словами В надежде Что То что я говорю Все-таки Будет Хотя бы Кем-то из Родовичей Услышан А если они Услышат Значит они По слышанию Своему Будут и делать Просто Для того Чтобы нам Двигаться Правильно Нам надо Переходить На больший Уровень Чувств Чувствования И Осознанности Это с одной Сторон С другой Сторон Постоянно Изучать Наше Ведическое Миропонимание Дабы Двигаться По пути Своего Развития В теле В душе И в духе Вот Ну А школа Родовой Мудрости Она Занимается Чем По Мере Опять же Своего Понимания По мере Уровня Взаимодействия Мы стараемся Донести То знание То ведание Очевидно До Которые Хотят Услышать Почему Потому что Задача наша Чтобы мы Вот как Алексей Описывал В обряде Что люди Мало Друг с другом Общаются И поэтому В обряде Находятся Сначала В таком Немножко Зажатом Состоянии Соответственно Если бы туда Приехали Люди Которые В течение Всего Года Меж собой Общались Не только На обрядах Но и В повседневной Жизни То Вот это Словно Пожатие Рук Крепость Плеча Или Локтя Стоящего Человека Рядом С тобой Оно бы Ощущалось Значительно Сильнее И соответственно Сам обряд Через это Обретал Значительно Большую силу Поэтому Я всем Хочу Пожелать Чтобы мы Все таки Работали Сами над собой И в конце концов Обрели Добрую весть Для всех нас Которая Позволит Нам Сотворять Свои миры Сотворять Свою пространство Вот это Я и хотел бы Пожелать И надеюсь По мере Своего понимания Возможности Приложить Все таки Какую-то часть Своего делания В это дело Общее Ну что ж Хорошее пожелание Хорошее пожелание Мне напонравилось Я В очередной раз Поделюсь Еще раз Своим мнением О том Что Наконец-то Наконец-то Объединяются Разные Направления Славянского мира Пускай Где-то Они по-разному Имеют Представление Об Каких-то Моментах Связанных С проведением Праздников Пускай где-то Что-то Пока Не до конца Состыковывается Это все Частности На которые На данном этапе Мы можем Где-то Закрыть глаза Где-то Можем их поправить Где-то Можем договориться Главное Что сделан Вот такой Первый шаг Главное Что есть Стремление Которое Связано С ощущением Необходимости Объединения И это Очень важно Мне понравилось То Что именно Вот такой Обряд Славления Который Проходил Он Объединил Практически на всех Уровнях Большинство людей Там присутствующих С разной Подготовкой С разным Мироощущением С разным Представлением В наших традициях А это Дорогого стоит Это Ни за какие Деньги Не купить Ни за какие Ковришки Не приобрести Напоминаю Что сегодня У нас 30 июня 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных Сороково День месяца Ветров 7500 Четвертого Лета Понедельник Всех Поздравляю Кто отмечает Да и тех Кто не отмечает С русалями Лишний раз Не бывает Вспомнить О таких Замечательных Днях Даже если вы уже Две недели назад Это проходили Как мне один сказал Хороший человек А мы говорит И со староверами Встречаем Мы говорит И с родноверами Встречаем И с язычниками Встречаем Лишний раз Бога пославить Родного Тем более Это Лишним не бывает Так вот Поздравляю Мы говорили О духовных практиках Практиках славянских обрядов Или о духовных делах Славянских обрядов Главный Следующий у нас был Сурияр С вами было Народное славянское радио Алексей Орлов До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Народное славянское радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok